Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала, блога и других моих сайтов. Ну, что ж, продолжаю серию вот таких вот комментариев к интересным и разным выступлениям о сравнении, здоровом питании, веганстве и так далее. Я не могу не рассказать сегодня о, значит, вот, не показать интервью и не прокомментировать его, потому что меня очень многие зрители спрашивают вот именно о, ну, как вы относитесь к тому, что Виктория Бутенко отказалась от сыроедения, стала, как некоторые пишут, порочить это, так сказать, и говорить, что ни в коем случае нельзя наполнить сыроедение, чтобы возникают проблемы, болезни и все так далее. И я слушал несколько интервью давно, уже два года назад, год там, три, когда все это вот она стала говорить так массово, активно и так далее. Но по разным соображениям, там, корректности, тактики, этичности, ну, я не стал это комментировать. Но и сейчас я до того, как начну вот этот делать обзор и комментарии, чтобы вы могли разобраться объективно и беспристрастно, помочь вам, вернее, в этом разобраться во всем. Я хочу только вначале сказать, что я очень глубоко, уважительно, в принципе, отношусь к Викторию Бутенко, как человеку, который, во-первых, действительно такому, ну, одному из первопроходцев, которому многим открыл глаза на тему питания. К тому же этот человек, который имеет очень много болезней, непонятно, как же она забыла про это или, ну, почти забыла. Сейчас вот и она, и муж, и дети, имея огромное количество болезней, они чудесным, так сказать, образом излечились. Потом, правда, появились проблемы много лет спустя. И эти проблемы, она ассоциирует с тем, что сыроедение стопроцентное, почему-то вдруг, так сказать, ненормально, проблемно, не стоит быть стопроцентным сыроедением. Хорошо, беспристрастно. Я сейчас проанализирую и разберусь с этой ситуацией. Помогу вам в этом тоже вопросе. Но еще раз, что в целом у меня отношения абсолютно уважительные. Более того, я бы очень хотел встретиться лично, пообщаться. Может быть, у кого из вас есть контакты, ну, так сказать, вот просто переслать данное видео. Возможно, мое видео-данное поможет ей разобраться в каких-то вопросах. Я бы с радостью, когда она будет в Москве, там, в России, встретился бы. Очень был бы рад, кстати, к себе. Даже Пушборов, хозяйство моё, в гостиницу пригласил бы с радостью. Пообщались бы, записали интересное там супер-пупер видео. Возможно, попробовали бы проанализировать более глубоко. Вот то, что её волнует, то, какие она не может найти ответы на вопросы там. И наоборот, которые кажется, что нашла, но вот определённым образом их трактует. И мы попробовали бы разобрать это с разных точек зрения. Это было бы очень интересно познавать. Ну, а пока попробуем это сделать вот так вот заочно через данное мое видео. Ещё раз скажу, что, так сказать, вот как человеку, наверное, хотя лично не знаю, но судя по тому, как она говорит, что она говорит, у меня отношение положительное. Так же, как и в той работе, которую она проделала немалой и, безусловно, я уважаю таких людей аналитического склада ума. И к тому же, то, что она про зелёные коктейли, вот как бы эту тему подняла и так и усугубила, вернее, да, скажем, внесла в мир, это тоже огромная благодарность. Ну, что ж, а теперь давайте посмотрим, у кого происходит интервью. У, значит, вот Анны Якуба, она занимается вот этим сухим голоданием. Ну, и вот она взяла интервью у Виктории Бутенко, да? Слушаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Нрель Дивей», и мы сегодня в гостях у Виктории Бутенко. Здравствуйте. Ну, Виктория Бутенко, ну и все, я думаю, что сильно долго её представлять не стоит, а может быть и стоит. Она нам сейчас сама расскажет, приоткроет завесы тайны, которые, возможно, вы ещё не слышали. А для себя я могу сказать, что эту женщину я считаю великим человеком, великим исследователем, своим учителем, благодаря которой сыроедение, правильное питание вошло не только в мою жизнь, но и в мою школу, за что я очень признательно и благодарна. Виктория, ну, расскажи немного о себе для тех людей, кто тебя видит вдруг в первый раз. Да. Добро пожаловать в мою кухню. Сыроедение. Ташка, да? В 1994 году мы решили всей семьёй перейти на сыроедение. Это был я, мой муж, мои двое детей младших, старший сын, он жил отдельно, и он не перейдет на сыроедение. Почему мы решили перейти? Потому что в это время мы жили в Америке и прочитали литературу о том, как полезно сыроедение в работе Эмбик Мор, ещё там Баркник, где говорилось, чем больше сыро, тем лучше. Ну, и мы подумали, если чем больше, тем лучше, почему бы не сделать 100%. Уже были какие-то проблемы, да? У нас были проблемы за здоровьем. Когда мы приехали в Америку, у нас сразу начались проблемы за здоровьем. Там все специально очень здоровые. И интересно, что когда мы перешли на сыроедение, это было 21 января 1994 года, исторически, мы перешли на 100% сыроедение. То есть мы просто погасили фитиль в газовой плите, накрыли газовую плиту большую треснокенную доску и выкинули вообще все продукты. Накупили фрукты и овощи и мы ели только сырую еду. Причем мы перешли на сыроедение фанатично. В один день, да? В один день, да. Мы перешли фанатично, но в такой степени, что если, например, мы не были уверены, что сушеная петрушка не высушена при температуре не выше 36 градусов или 36 градусов, то мы ее ничего не использовали. Ну и прекрасно, потому что именно это и дало тот результат, который, кстати, очень подробно описывает Игорь Бутенко, который являлся мужем Виктории, вот отчество, к сожалению, Бутенко. Так вот, вот в этом видео называется оно Игорь Бутенко строительное здоровье. У меня в блоге, ты тоже найдете. Что через несколько лет жизни в Америке, наша семья каким-то образом, ну получилось, что... Буквально маленький отрывок. Три члена семьи сильно заболела. Вот. Я покажу вам фотографию. То есть она очень сильно поправилась. У нее стал вес больше 120 килограмм. 120 килограмм. Стали такие большие ноги, немелая левая рука. Можете посмотреть. Вот. И когда она засыпала, она думала, проснется ли она вообще и не останутся ли дети ее сиротами. Ну, собственно, дальше мы смотреть не будем, потому что он очень, кстати, это интересный совет всем посмотреть. Час сорок, там пять идет, да? Беседа он описывает, как все изменилось. Собственно, кстати, как они познакомились были на лекциях, по-моему, Данилиана или, так сказать, ну одного из старых таких сыроедов, еще 70-е там в конце или 80-е, вернее, годы. Вот. И сказали себе, как бы так, все правильно, все умом понимаем, но не готовы, так сказать. Ну вот если что-то припечется здоровьем, то перейдем. Ну вот перешли. Как потом все изменилось, это он подробно описывает. Вот посмотрите то, что он говорит. Ну, а мы слушаем дальше. Если, например, это был манилин, мы должны были знать, что он сырой. И если это было, например, орехи и кляши, мы не ели, потому что они не бывают сырые, потому что их для того, чтобы очистить от кожуры, их парят. То есть мы были очень скрупулезны, фанатичны, 100% не сырые, потому что мы верили, что обработка тепловая, это неестественно, она в природе не существует. Ну правильно, раз она естественной в природе существует, это истинно. Ее в природе не существует, и она неестественна. Другой вопрос, что... А вот другой вопрос, это уже мы дальше с вами посмотрим. Не варят свою еду, и поэтому самое лучшее это 100% сыроедение. Действительно, в течение первых трех лет мы чувствовали себя настолько прекрасно. Наверное, это было самое лучшее здоровье в моей жизни. У нас было много энергии. Я лично бегала 4 мили каждый день, 6 километров в день. А болезни, которые были, они отступили? Все болезни отступили, вообще все. То есть все было прекрасно? Все, все прекрасно. Великолепно. Причем у всех семей. У всех семей? Да, да. Причем это очень подробно Сергей Бутовик описывает. То есть там и сахарный диабет, и у одного ребенка. И, в общем, астма тяжелейшая, и, конечно, у нее со здоровьем все изменилось. И у мужа там гормоны щитовидные были на 100%. Ну, в общем, он уже вот тоже вот пришел, поскал жене, значит, все уже вот мне, так сказать, необходима уже операция. Потом я стану инвалидом. Как мне врачи говорят, столько-то это будет стоить безумных денег. Ну, и всю жизнь сидеть на, как говорится, на химии. Значит, соответственно, давай переходить. Все, то, что мы с тобой и планировали. Они в один день все выкинули, перешли. И действительно, поначалу было правильное сыроедение. То есть вот как природа дала. Потом пошла сыроеденная кухня. Вот здесь-то и есть та самая проблема. Вернее, не только в самой, по сути, кухне сыроеденной. А в том, что американское сыроедение, которое предлагает именно абсолютно аналогичные для привычек людей, так сказать, блюда по вкусам и, соответственно, состав сложно намешанный, где основа арахис и, так сказать, прочее. Кстати, про арахис сразу у профессора Кэмпбелла смотрите, что есть идеальные, не идеальные хранения. О чем речь? Там аспергилл, другие грибы плесневые, которые приводят к тому, что накапливаются яда, флотоксины и так далее. А это, так сказать, все-таки одна из причин онкологии. И вот в частности, когда мы говорим, и вот нам говорят, что вот, даже есть у сыроедов, у них онкология. Так вот есть объективные причины на то, в том числе грибы микромицеты. Посмотрите, моя лекция о грибках, о онкологии вообще. И там аналитика глубокая. Вы просто все поймете, почему, да как. А то думают, что не должно быть болезни. Значит, ну, почему болезни их должно быть меньше? Ну, есть определенные риски. По тем же паразитам у сыроедов еще больше риска. В принципе, ну, это не значит, что нельзя обойти эту сторону, так сказать, жизни и проблем эти не иметь дальше, да. А можно побороть и не иметь, если правила гигиены соблюдать и у головы на плечах иметь. Ну, и просто, так сказать, жить просто и легко, свободно, без всяких, так сказать, комплексов. Тут есть правильные вещи. Мы сейчас о ней будем говорить, есть неправильные вещи. Ну, вот это я и хочу вам сейчас объяснить и показать. То есть, в чем правильность в результате рассуждения, а вы сами, так сказать, ну, просто поймете, так это или нет. Да, у всех. Я не хочу уже там останавливаться на всяких поляшках, но серьезные довольно-таки симптомы всевозможные были, набор такой классический. Вика, а скажи, извини, что я перебиваю, а вот зеленые коктейли, в какой момент ты забрала? Вот через три года у нас как бы уже, мы думали, может, притупилось ощущение, или, может быть, что-то мы не так делали. Было ощущение, что вот, ну, уже не так, не так. Хорошо, что-то не так. Что-то уже не так. Ну, мы думали, что, может быть, мы устали, может быть, у нас много стресса. Да, извини, а что, в основном, какая еда, мол, эти три года? Еда. В Америке, как говорили? Коктейли, овощи, орехи, семечки, салат. Коктейли, все. Компаниели? Нет. Компаниели. То есть, там, гречку, гречиху, там, насеку. То, что можно есть сырым, то мы ели. Но через семь лет, вот у нас начался кризис, когда, во-первых, начало хотеться есть. Мы заметили, что нам хочется есть, например, такие вещи, как мы стали есть очень много пророщенных бобов. То есть, нам не хватало белков, чего-то не хватало, витаминов. Да нет, тут как раз больше именно то, что вот, когда проблемы начинаются у сыроедов, со стажем тем более, это всего лишь накопление дефицита минералов. В основном минерал, конечно, могут быть и дефицит витаминов определенных, того же бы 12, но об этом мы еще дальше поговорим, и она тоже будет говорить, я в этом контексте, так сказать, тоже скажу свое. Это витамины, безусловно, главные минералы, потому что их дефицит в пище, даже в органической пище, весьма велик сейчас, потому что вот такое отношение к земле, так сказать, так выращиваются продукты, что многие минералы, которых и так мало в почве, они просто при первом, втором, десятом, так сказать, урожае уже уходят, если их каким-то образом туда не внести, естественно, в виде листопада, когда рядом деревья растут, а если их нет, монокультуры, поля или, так сказать, прольстся всего лишь какой-нибудь навоз и так далее, то, конечно, где коровы пасутся, а там же, где 10-20 лет назад, а если это не пойменные луга заливные, так сказать, где минералы все-таки в виде ила приносятся каждый год, то там будет накапливаться вот этот, так сказать, дефицит минералов постоянно, значит, он будет и в навозе дефицит, но азот будет, конечно, растения будут расти активно, а какой будет состав их внутренний? Вот это ведь другой вопрос, но ведь они очень нужны, многие минералы для жизни, кремний, литий, йод, цинк, селен, а если их дефицит, вот тогда постепенно нарушаются обменные процессы, постепенно нарушается гормональная работа системы, потому что там очень необходимы, так сказать, определенные минералы, и это как раз то, что мы либо с пищей получим, либо нет, синтезировать их невозможно, трансформировать их невозможно, в отличие от белков, например, потому что белки нам не нужны, она тут неправильно сказала, но, скорее всего, она понимает, так сказать, что нужны аминокислоты. Нужны именно аминокислоты, потому что белки все равно синтезируются в каждой клетке нашего организма, в рибосомах, органеллах такие, там идет процесс биосинтеза белка, то есть сборка из аминокислот, то есть нам нужны аминокислоты. С этим, в общем-то, проблем нет и быть не может. И бобовые тут, скорее всего, не с этим связаны. Ну, у меня тоже, в общем-то, чистое сыроедение около 7 лет, полностью, чтобы ни грамма, ничего. Но меня что-то, вот так вот, жор, как про что-то она будет говорить, абсолютно не тянет. Потом дело не во мне или в ней. Дело в том, что нельзя рассуждать о какой-то проблеме, вот в этом ошибке, о какой-то теме с позиции твоих личных ощущений. То есть, ты пытаешься свое личное перевести на, как будто это законы природы или истины. Это совершенно неправильно. Если то, ты к истине приходишь путем размышлений. То есть, вот этой геолектики Гегеля. Вот что такое, как можно, это путь, по которому можно познать, что есть истина, а что есть просто не истина. То есть, правда твоя, моя и так далее. А истина, она одна, ее не может быть разной. И мнение, это не истина, это всего лишь то, что ты считаешь или нет. Но почему люди выдают желаемость действительной или правду за истину, вот это другой вопрос. Вот мы будем сейчас с вами разбираться с позиции истины, то есть, законов природы, логики, неукоснительной, жесткой, четкой, то есть, вот этих законов причинно-следственных связей природы, связей, да, которые неизбежно, четко, логично нам показывают, какова жизнь на самом деле и какова вот эта вот, ну скажем, какова трансформация вещества в природе. В чем ее суть? То есть, ведь природа вам говорит, только живая клетка передает в полном объеме живую, то есть, жизнь и питательный, строительный материал, и энергию другой живой клетки. Так есть, потому что мы видим. А, как говорится, практика критеристин, то есть, есть на самом деле, в природе то, что есть, это и есть истина. Почему? Вот это другой вопрос. Мы не будем говорить, почему это есть истина. Это просто констатация факта. То есть, вот то, что есть на самом деле. А человек пытается свои неудачи, проблемы, так сказать, переложить на, как бы на природу, на истину. То есть, подмять ее. Это неправильно, это неконструктивный подход. Тогда мы не решим проблему. Так и не решают, так и умирают люди. Все больные в основном. Но ведь есть срейды, которые, так сказать, абсолютно здоровы, живут счастливы, без жора, вот без этих проблем. Есть такие, есть которые, потому что в жизни мясо ни грамм не пробовали таких очень много людей. То есть, это факт. Ну, а есть те, кто вот едят все подряд, или избирательные, или здоровые в жизни, но все равно у них проблемы, болезни, конечно, и таких большинство, в основном такие. То есть, проблема, значит, в другом. Вот давайте искать в чем. В 2004 году мы были обследованы в Санкт-Петербурге, университетом, который сравнивал здоровье сыроедов, фиганов и вареноедов. Кстати, обратите внимание, это 2004, то есть, 10 лет спустя, уже 10. И в 2004 году были поражены они нашим состоянием крови, сердца. Мне сказали, что у меня кости, как у 16-летней, там. Это сколько лет? Это было 2004 год, 10 лет. 10 лет. То есть, ну, это вот уже, значит, надо это, вот, объективные вещи воспринимать как, ну, как факт, да? То есть, то, что это было, значит, теми правильными своими действиями, то есть, переход на живое питание. Не только неизлечимые, и уже, так сказать, живых бы не было точно, ну, как минимум двоих из четверых членов семьи, они избежали смерти. Неминуемые при том же питании и образе жизни, как они вели до того. Это неминуемые, так сказать, это вот уже, послушайте, Сергей Бутовик, это на грани они стояли, то есть, реально вот уже, ну, может быть, день, два, месяц, там, полгода, но не больше. Они избежали смерти. Они привели себя в идеальное физическое состояние, когда там изменились страхи, отношения к жизни, то есть, там, вы послушаете, там очень много интересного, да? Но как же люди быстро все забывают? Или вот проблемы возникли, и вот сразу начинается как будто диаметральное противоположное то, что вроде бы человек забыл все, что с ним было до того. Вот как же это так? Ну, собственно говоря, мы не отказались делать это исследование, потому что у нас были большие сомнения. Вот, ну, собственно говоря, вот сразу после этого мы, в общем, стали сходить из средней, из веганства, потому что у нас начались очень большие проблемы. У нас уже были проблемы со здоровьем. У нас начали ломаться ногти, у нас стала очень сухая кожа. Ну, сразу скажу, безусловно, подтверждение того, что минералы и кальция в обмен, а тут и фосфор, и кремния, значит, магний и так далее. Но она, кстати, скажет, что потом стали лучше все, когда стали зеленые коктейли. Именно потому что магний, лучше усвоение кальция, и как раз все логично. Ничего в природе нет, просто вот, знаете, непонятно чего. Это мы можем не понимать, но природа все понимает. Просто мы должны осознать, какую ошибку сделать. Тут есть ошибка. Какая ошибка? А вот это вот нужно изучать. Значит, соответственно, как минимум, значит, скорее всего, витамин Е, причем вот именно гамма вот эта вот, о чем мы только недавно стали говорить, что он тоже не один витамин Е, а его разновидности, модификации. Вот, например, альфа, он постоянный везде, и, так сказать, вроде все в порядке. А на самом деле не в порядке. Жирные кислоты омега-3, она потом скажет, что омега-6 в основном в разы превышали дозу, потому что арахис, миндали, и все на этом, так сказать, все эти цироидные тортики и так далее. Значит, это есть ошибка, это привело к тому, что, конечно, привело так, но, значит, вот нужно, так сказать, это учитывать, и сейчас как раз об этом говорить. Вообще, я смотрю это на фотографии того времени своей, я выгляжу там изможденной, выгляжу старой. Хотя вот мне сейчас 60, а тогда мне было 50, да? Да, и я была 10 лет моложе, я выглядела старше гораздо, хотя я была худенькая. И волосы были какие-то ломкие, тушку. Ну, вот сразу опять-таки, если, ну, только не худенькая, но стройная, более стройная, то есть это правильно, это нормально, потому что есть определенные разумные соотношения жировой ткани, мышечной массы к объему, так сказать, костно-мышечной системы, пропорции. И если сейчас, а мы видим все, ну, это без всяких, так сказать, ну, просто объективно, что, ну, как бы, так сказать, ну, превышение массы огромное, значит, значит, а если есть превышение, то есть нарушение в гармонии, в пропорции, значит, есть проблемы, значит, они объективны, то есть проблемы есть со здоровьем сейчас. Могли быть тогда, да, другие, например, да, но, значит, и сейчас не все хорошо, и, так сказать, складно и ладно. Почему? И почему? А это, так сказать, обменные процессы, гормональные системы и так далее. Значит, вот это вот надо решать, разбираться. И стало подать зрение, и все время был жуткий аппетит. И вот, например, нам, у нас был, организм требовал, у нас был жуткий дефицит, организм устроил дефицит. Например, появилось какое новое питание у сэроэдов, как дикий рис. Ну, его вообще надо варить. Но сэроэда придумали так, что отмачивать его 45 дней, чтобы он не протух, его надо встать в холодильник. Вот на самом деле, сколько всего там напридумывали, хотя, вот, честно говоря, те же проростки, мака, кунжута, там, белозерное вес, там столько всего существует, чтобы не делать этих проблем. Зачем еще и рис? Ну, можно, да, к разнообразию хочется, это не вопрос. Проблема-то в другом, что дефицит был, реально минералов. Но если это есть, значит, возникают проблемы, обязательно будут. Но особенно как раз гормональные системы, это вообще в целом организма. Это сложный, неизученный фактически комплекс систем, потому что многие органы являются железами, железы гормональными системами. По сути, даже кишечник – это гормональная система. Сейчас это тоже известно, и все время открывают новые гормоны. То есть, медицина еще не все знает. Ну и не надо всего знать. Всего знать вообще невозможно. А вот уметь логически понимать, да, строить логические причины-следственные связи, чтобы познать истину, понять – это вполне можно. ...на холодный отсек. И после этого он более-менее мягкий. Потом его перемалывают на блендере, и там добавляют ему там растительное масло. Сразу скажу, это излишне. Это глупость. Соль, и вот такое вот есть. И вот мы это ели ложками. И нам казалось это так вкусно. Я вот попробовала недавно в одних страйдах, это вообще такая гадость. То есть, это уже была крайняя степень истощения у нас. Верка, а вы как-то другие вот такие вот всякие делали. Вы анализы какие делали? Вы троиминенты делали? Или нахуй длина? У нас проверили полностью. Государство выделило громадные деньги и исследовало порядка 60 человек, по 10-15 с каждой группой. И у нас как раз-таки было все хорошо. Но я не думаю, что вот эти анализы могут все-все-все показать. Потому что это не все анализы были, разумеется. Поэтому они не все показали. Нужно было, если уж так говорить, брать волосы от корня до кончика, смотреть, например, длинные волосы, год им, два полностью. Можно как по шахте пробуренной посмотреть, что было в прошлой эпохе. Также по волосам, какие были дефициты, перепады, недостатки тех или иных минералов. По ногтям, по... Не только анализу. Ну, понятно, брали анализ крови, могли брать мочи, каких-то, так сказать, выделений кожи. Но это понятно. И, однако, не все. Поэтому-то и нужно анализировать не только учитывая, так сказать, вот анализы, а, безусловно, ощущения и прочие нюансы. Но только не растолковывать их превратно, а растолковывать объективно. А что такое объективно? Ну, вот мы сейчас как раз об этом и говорим. И будем говорить. Потому что, например, дефицит витамина Д, эти анализы показать не могут быть. Ну, вот, вот. Мне сказали, что у меня он очень низкий. Да, тоже. Но он очень низкий, был тоже его вареный. Кстати, вот обратите внимание, это очень весомо и существенно. Ну, говоря о B12, я когда-нибудь сделал отдельное маленькое видео, там, на 5 минут, которое тоже раскрою все о B12. Но вот очень важный момент, что и у вареной еды, конечно, а низкий гемоглобин, а железо, а низкое содержание эритроцитов, так сказать, что не бывает у мясоедов и вареных едов? Конечно, бывает. Конечно, бывает. Поэтому дело тут не в том, что ты... Ну, все пытаются винить на то, в чем, так сказать, что не понимают люди. Вот они этого боятся, не хотят, и к тому же они, если понимают что-то, так сказать, то, что их делает вроде бы в их глазах более, так сказать, там, менее значимые люди, какие-то ущербные, они пытаются это выградить и в себе, некий такой, как комплекс. На самом же деле, это абсолютно согласен, ничем вообще зацикливаться не надо. Просто нужно быть разумным, логичным человеком. А вот дефицит объективного видео, вот ты начинаешь понимать. В12 более низкий, да, почему? А потому что кишечная микрофлора как должным образом не заработала. В12 синтезируют только бактерии, но они-то синтезируют В12 и у, не знаю, там, муравьев кишечника, и у, так сказать, высших млекопитающих животных, пожалуйста, у всех. И у нас должны. И, естественно, есть. Мы же не ущербные какие-то существа, а более развитые. И у нас тоже. Симбиотическая кишечная микрофлора должна работать. Но не работает. И даже у сыроидов многих, потому что, потому что вот та сыроидная кулинария, книги были, мы же видели там вот эти все рецепты, там это то, что как раз мешает разбитию, так сказать, нормальной кишечной микрофлоры. И она сама об этом сейчас скажет, в принципе. И у тех, кто любит мясо, то есть это совершенно не обязательно вот такой веган. Вот объективно, да, конечно. Мы в то время еще не связывали это с тем, что мы на этой диете. Мы думали, что-то может быть, может климат не такой, может что-то, может... Нет, безусловно, что-то не такое. Если в природе другого типа питания нет, а мы функционируем по абсолютно тем же законам природы, то есть законам биохимическим, да, всех процессов, которые протекают в нас, в клетке, как и у других животных, а другие животные едят только сырую и видовую пищу, ну, то есть естественную, как есть в природе, то значит, и это естественно, это просто как априори, тут нет других вариантов. А вот почему у нас ненормально, так как будто, надо выяснять. Нервный стресс. Вот. И в 2004 году я сделала первый зеленый коктейль в августе месяце. Я подумала, что, наверное, у нас не хватает в организме холорофила, зелени, того, что не зелени. Когда я сделала огромное количество исследований, я сама рассчитывала, я больше никому не теряла, рассчитывала сама содержание всех этих микроэлементов в листьях. И действительно, листья – это уникальный продукт. У них содержится больше всего, что только можно, в микроэлементах, кроме тех, которые содержат только у животных продуктов. Стоп, стоп. Вот тут вот кардинально неверно. Нету никаких тех минералов, микро-макроэлементов, которые содержались бы в животных продуктах, но не содержались бы в растениях, хотя бы по той причине, что изначально любое животное берет те микро- и макроэлементы, которые содержатся в растениях. Это и есть основы пищевых цепей, сетей. То есть основы экологии, как науки, которые изучают вот эти взаимоотношения между окружающей природой и организмом. И организм, и над организмом, и системы разбирают. И связи, в том числе трофические, пищевые. Поэтому все минералы, запомните, это просто, ну это вот как основы основ, то есть как азбука, то, что мы дышим, факт является то, что все минералы мы получаем и животные любые, только из пищи непосредственно. Поэтому, если в теле животного, как и в нашем, и тоже животные, что-то содержится или не содержится, значит получила животное из пищи данное вещество, минералы, их компонент, состав, разнообразие, либо не получила. Тут только так. А так все остальное в зелени есть. В зелени больше. Вот особенно в зелени, конечно. Ну разумеется, в зелени нет бы 12, вот как раз она тут не права. Но это синтезирует кишечные, это вообще бактерии синтезирует. Например, вот поэтому, кстати, в спирулине, но не в обычной, которая в основном проверяется именно лабораторной, то есть, которая получена в лаборатории, а именно в дикой спирулине. Скорее всего, я не знаю, не проводил исследования, но я предполагаю, что действительно там, как вот пишут, значит, определенные люди, ученые некоторые, что именно в дикой, действительно, B12 скорее всего есть. Почему? А потому что она в дикой природе обитает в симбиозе с бактериями, а именно бактерии синтезируют B12. Ну, в этом проблем вообще в природе нет, потому что у всех высших хищников, травоядных, там, неважно у кого, синтезируют, да и не только у высших млекопитающих, а у птиц, так сказать, насекомых, кишечно-полосных, то есть, либо, да, с пищи получает и усваивает, это возможно, безусловно, B12 хищники могут, ну и вообще, так сказать, это возможно. Либо синтезирует своя микрофлора. И природой это просто вот обусловлено, но чем? Наличием анатомических, морфологических, биохимических особенностей. Мы люди с вами плодоядны по всем признакам, факторам, так сказать, критерий. Плодоядны, конечно, не травоядны, это не вот кто бредит и пытается так оскорбить людей нормально, ну просто вот, что, вот понимая свое какое-то, вот там патологии, видимо отклонений, может психики, может ущербность в чем-то, так сказать, они пытаются. Травоядный, фи, таким с пренебрежением, но, так сказать, конечно, мы не травоядны, что за бред? Почему такая крайность мясоеда, значит, или травоядные там, то есть плодоядные, и не всеядные сразу некоторые, ну вот значит, что-то посередине, что за бред? А почему нет, так сказать, еще вариантов? Есть, конечно, плодоядные, а плод, что такое плод? Это концентрат энергии, солнце, минералы в земле, но если только эти все минералы, тут есть, в земле-то есть, а если их нет, вот в этом-то и проблема. В этом и с годами накапливаются эти проблемы и переходят в серьезную проблему, когда системы органов сбой дают уже, или систем. И вроде бы по анализам нормально, потому что организм не тратит, он накапливает. Например, щелочные минералы не тратят, потому что он не закисляется в организме, ему не нужно брать щелы в больших количествах, вот калийцы, магний, и волосы вроде не разрушаются и ног. Ну, У кого разрушаются, значит, объективно не хватает челочных минералов некоторых, да, так сказать, ну, это объективно. А если хватает, могут не разрушаться. А плохо быть, потому что организм, ему хватает для функционирования определенных систем, откуда берут анализы, например. Ну, вот какие-то дают сбой. Как раз, например, гормональный и прочее. Это работа мозга, например, ослабевает и усталость, слабость и так далее. А потому что, например, вот B12, да, вот как раз может быть, потому что, к тому же, вот не хватает хлорофилла. Ну, правильно она сказала, потому что функции кроветворения, именно кровененосная, кроветворная система, там как раз происходит, например, как образование, а я подчеркиваю, именно синтез гемоглобина. То есть, не синтез образования, а перестройка. То есть, гемоглобин собирается в организме именно из хлорофила и количество атомов одинаковое. Абсолютная структура. А вот только атом железа, либо атом магния. Вот атом магния забирается у растений, выдается атом железа, кстати, через витамин B12, кабаламин. И вот как раз, где в основе тоже, кстати, та же структура, тоже количество атомов, но только кобальт, происходит такая передача через посредник. Вот кобальт забирается, магния отдаются атом железа и образуется таким образом гемоглобин. Я об этом подробно рассказываю в своей лекции о кровеносной и кроветворной системах. Есть такая в блоге, у меня посмотрите, либо на канале YouTube найдете. Так вот, и вот об этом надо говорить, то есть понимать, исследовать. То есть когда я, как исследователь, просто увлеченный человек или, так сказать, какой-то, ну, кто считает себя исследователем, да, философ, не важно, пытается, не разобравшись, или, так сказать, он думает, что он разобрался, или он не хочет разбираться. Он говорит, что вот эта вот глупость, но и это его изречение, так сказать, противоречит законам природы, значит, виноват он или глуп он, но не природа. А природа нам еще раз говорю, потому что мы видим, как в природе все существует, а значит, есть очевидное. Но мы не можем отрицать очевидное, а перетолковывать очевидное в то, что нам удобно, удобное, это недостойно человека, так сказать, вот разумного. Источник магния, а недостаток магния, это один из основных причин вообще заболевания. Вот, вот правильно, да. Давай начать зеленую коктейль. Да, вот мы начали использовать зеленую коктейль, у нас был всплеск, да, опять всплеск, да, мы, несомненно, почувствовали себя лучше, настала улучшенность кожи, там у нас подали какие-нибудь обрадавки, родинки, лучше. Но оно как-то было временно, так, полтора года, и потом все равно мы чувствовали, что у нас всего-то очень сильно не хватает. Вот люди просто случайно, пусть, допустим, ну, путем анализа и все-таки, дали в определенный момент организму и попали в точку то, что действительно тогда не хватало. Действительно проблемы с кальцием, вот я думаю, что они не решили проблему с B12, ну, допустим, и, конечно же, еще какие-то. Ну, вот, например, с магнием, кальцием и так далее, да, поэтому вот то, что даже надо говорить, это просто изумительные критерии и данные, что вот даже бородавки, родинки, попеломы, так сказать, отпадали и так далее. Кстати, это очень важный момент, а еще здесь я могу посоветовать комбинацию, что важно, мы должны в идеале учитывать максимальное количество факторов, которые мы можем учитывать, ну, которые воздействуют отрицательно на наш организм. Если мы меняем эти факторы, изменяем, то тогда, так сказать, мы поставляем, ну, допустим, в организм то недостающее, что мы есть, еще плюс специальные действующие вещества, которые направлены, узконаправлены или широко направлены на, так сказать, решение какой-то проблемы. Ну, например, гриб шитаки, который вот, я про это подробно рассказываю, о грибковых заболеваниях, где вот, о онкологии. Вот, кстати, например, в частности, если бы еще его потреблять, то те же попеломы и борьба с ними была бы, так сказать, ну, более эффективной и быстрой. Естественно, потому что это вот там есть прямая связь, сейчас объяснять не буду, но мои лекции другие посмотрите, иначе это может в 10-часовой, так сказать, такой монолог превратиться, да? Ну, смотрим дальше. Потом я стала просто спрашивать других идей, которые веганы, и я выяснила для себя, что очень многие веганы, которые говорят на публике, что они веганы, они иногда съедают изредка рыбы или яиц. Ну, тогда, извините, дорогие друзья, вот это уже, конечно, человек не веган. А я вообще не считаю, что стыдно или там позорно, и, так сказать, скрывать это. Вот я действительно не понимаю таких людей. Я вот, например, считаю, что если человек там перестал, ну, это как доброздравленный, например, Сергей, он перестал быть сыроедом, то есть, он там на веганство перешел, даже что-то другое. Может быть, он там вроде говорил, по-моему, если я не ошибаюсь, боюсь ошибиться, то ли там яйца, то ли что-то. Ну, значит, он не вегетарианец, не веган на данном этапе отошел от этого, объяснил почему. То есть, все нормально, я бы лично так же сделал. То есть, если бы я, например, перестал бы быть 100% сыроед, я бы просто сказал, да, дорогие друзья, я вот по такой-то причине, и вам вот это вот, так сказать, на ум, что называется, для чего, я бы объяснил, почему. Почему я стал и объективно сказал бы честно, как есть, так и обязан просто сказать, коль, так сказать, вот люди слушают, доверяют, так сказать, обязательно надо честно сказать, почему, зачем и для чего. Что я вот стал, есть там то-то, то-то, и ничего здесь такого нет, ну, то есть, и вот этого я не понимаю. И, по крайней мере, даже если тебе неудобно, стыдно или так далее, ты хотя бы потому, что ты, если считаешься человеком, А человек это не может быть человеком, если он нечестный человек, он не имеет чести, совести, он уже обманывает, то это подло, и порядочный человек должен обязательно сказать, как есть. Поэтому тут я совершенно согласен, безусловно, тоже, что в том, что так нельзя поступать. Еще чем йогурта, или они себя плохо чувствуют, или они громадное количество саплиментов, этих добавок принимают, и тогда я увидела, что у нас в семье начались проблемы сильные со здоровьем. Еще, дорогие друзья, давайте так, вот проблемы со здоровьем сейчас есть, вот уж по крайней мере у мясоедов всех вообще, ну кроме тех, кто очень активно не занимается спортом, потому что они просто свой мобилизуют резерв, и очистительные системы, выделительные организмы работают очень хорошо на данном этапе, пока есть активные движения, потому что движение жизни, значит активнее ткани, клетки избавляются от ядов, токсинов, но они их быстрее накапливают, и быстрее стареют. И тут, это я про это тоже рассказывал подробно, это все тоже объективные вещи, тут придумывать ничего не надо и фантазировать, а некоторые еще умники начинают, чтобы оправдать чуть ли не табак, алкоголь, вот бабушка курила, дедушка там жил вон 90 лет, ну ты-то не проживешь, дорогой товарищ, уже там даже 50-е, если ты будешь как дедушка, сравнил ту генетику с той экологией и другими факторами с современной жизнью, да еще и ты будешь пить-курить там с 12 лет начиная, ну ты проживешь 35-40 сейчас данное время, поэтому это бред, это вот, кто так говорит, это, ну это человеком назвать тяжело, потому что это вот, ну я не знаю, это как будто кастрированное мышление, то есть недоделанный человек получается, если он не может даже логически мыслить и пытается выдавать вот эти желаемости действительно, причем так низко обманывает дешево и себя и других. Анализ системный предметный, это совсем другое, вот как раз мы и не занимаем... Ну вот, простите, маленькая была проблема с интернетом, вот... Ну вот про бородавки речь, да, то есть был момент... Так вот, безусловно, это показатель, показатель какой? Что бородавка ненормальна, это есть проявление определенной проблемы, да, да, вирусного, природового, грибкового, ну и так далее, но темнее, проблема, да, однозначно. Если у нас улучшилось, то есть ушли проблемы, ушли, например, бородавки, это говорит о чем? Что в целом конструктивно все абсолютно правильно идет к, наоборот, омоложению, к ликвидации болезней, проблем с организмом. Это же объективно? Да, попробуй так, отпадя они сами. Вон, напротив удаляют, выжигают, то есть, лазером или криогенным этим способом, а потом опять вырастают, да еще больше. А тут вот сами ушли, значит, о чем это говорит? Прекрасно. Но, если есть проблемы или остались, или возникли потом какие-то, значит, нужно смотреть, в чем нюанс. А поскольку проблема все-таки тут, не только может быть в питании, а плюс еще может быть в чем? Хотя, конечно, и в питании может быть еще раз бы дефицит какой-то чего-то, но мы должны, в зависимости от проблемы, если бы она конкретно сказала, проблемы, как я описал, были бы мы в дискуссии вместе сидели за столом, я бы сразу стал распоряжаться, а как я, а что и как я. И в зависимости от того, чтобы она отвечала, я бы задавал еще вопросы, чтобы понять, в чем дело. И тогда бы, проанализируя, например, сказал бы варианты, или, может быть, это однозначный был какой-нибудь нюанс. Ну вот, а сейчас мы точно не можем, но точно ясно, что есть проблема какая-то. Или была, и просто ее надо найти. В зависимости, вот, на конкретном данном этапе, значит. Но ведь она решила уже проблему, так сказать, ту, которую было после, как она говорит, 7 лет, и вот, так сказать, введя зеленые коктейли, то есть она сделала объективно, так сказать, какой-то вот именно, добавила в организм важные жирные кислоты, минералы, тем самым хлорофилы, да, и улучшила вот еще на полтора года. Но была в чем-то проблема? А может, и паразиты. Плюс ко всему, может быть, у нее есть и были, и может, есть лямли, и там паразиты, может, грибковые инфекции и так далее, которые только на определенном этапе, когда организм абсолютно крепкий, так сказать, иммунитет на пике, не, так сказать, выдают своих проблем и активно не размножаются, в активную фазу не входят своего роста колонии, например, и, так сказать, не проявляются. А потом начинают проявляться, когда иммунитет ослабевает, это может быть, да, и так и есть, так и есть на самом деле. Вот, ну и могут быть другие причины, либо группа причин, ну да ладно, слушай. Лучше. Ну, оно как-то было вот временно, так, полтора года, но потом все равно мы чувствовали, что нам всего-то очень сильно не хватает. Вот, чего? Да. И потом я стала просто спрашивать других людей, которые веганы, и я выяснила для себя, что очень многие веганы, которые говорят на публике, что они, веганы, они иногда слетают. Да, вот мы про это, мы вот это вот как раз, я упустил этот момент, ну ладно, отсюда начнем. Или там еще чуть-чуть йогурта, или они себя плохо чувствуют, или они громадное количество саплиментов, этих добавок принимают, и тогда я... Ну и, кстати, в нашей жизни, вот, в принципе, по сути своей, особенно для горожан, и особенно кто не выращивает пищу сам, в принципе, без добавок, только давайте так, что есть добавки, и что есть безвредные добавки, и неестественные. Безвредные, например, вот та же спирулина, дикая только спирулина, конечно, это прекрасная добавка, потому что сразу мы обеспечиваем, ну, процент на, там, 50-60, там, ну уж точно, себя минералами ценными, которые, может быть, есть дефицит, определенными витаминами, особенно группы В, там, и так далее, и жирными кислот, частично. А если мы ведем проростки определенные, если мы, плюс к тому, вот, сок проростков, пшеницы, допустим, или зеленые коктейли, и плюс к этому, зачем отделять, плюс к этому. А еще фукус, который для современного человека просто единственный вариант, из простых, из простых, единственный вариант, ну, 100%-ный, обеспечить весь организм всеми недостающими, возможно, теоретически недостающими, и даже проверяться не надо, микро- и макроэлементами, да, в общем, в коллоидной водорастворимой органической форме, ионной, то есть, которая усвоится прекрасно, так сказать, в хелатной форме. Значит, и вот если это вместе еще комбинировать, ну, в течение дня, нескольких дней, ну, то есть, вот, просто питаться периодически вот этим, а это есть добавки, ну, только какие, натуральные, да, конечно, безусловно, тогда человек однозначно, ну, и прочая аналитика. Вот я для этого специально даже сделал такой мини-инфопродукт, там, номер 17, по-моему, там вообще стоит то ли 1000, то ли 500 рублей, для того, чтобы, ну, уж у каждой мог бы взять, и вот там как раз и эти ошибки, и то, что, собственно, зная, какие ошибки люди... Вот просто я отдал там те советы, выполняя которые, ну, вот питание меняя свое, или добавляя в питание что-то, человек точно не будет испытывать дефицита тех или иных минералов, витаминов, жирнокислот, там, ну, и так далее. Ну, хорошо. Я увидела, что у нас в семье начались проблемы сильные со здоровьем. Ну, вот конкретно, что? Очень сильные. Я не имею права рассказывать про симптомы моих детей, но они очень серьезные, они такие серьезные, они угрожают жизни вообще. Ну, вот это надо смотреть, конечно. И, ну, Вика, я, допустим, знаю, ну, чтобы было понятно, что ты никогда на продуктах не экономишь. Что всегда, когда ты берешь, я всегда беру самое лучшее. Еще раз, значит, экологически чистые не означают, что в этих продуктах есть весь необходимый состав по микроэлементам, например, который как бы теоретически в таблице глядя продукт это содержит. Ты же не рентген, и дело в том, что рентген даже не определяет. То есть, ты не лабораторный анализ, ты не можешь понять в данном продукте, ну, помимо каких-то примитивных тестов, ну, например, состав минеральный ты не поймешь. Сдавать лабораторию, каждый отдельно взятый, на полный перечень, дорого, неудобно, долго, хотя можно, в принципе. И тогда было бы понятно, что отличие данного выращенного мандарина или яблока от табличек, теоретически рассчитанных, либо когда-то исследованных, которые в норму в средние показатели вошли, есть совершенно другие показатели сейчас, совершенно бы в 20-30 раз и так далее, ниже содержания минералов тех же. А это и есть основная проблема современного человечества, потому что все остальное в принципе не проблема. Ну, в той или иной степени есть люди, у кого проблемы там во многом и в другом, но, так сказать, вот в этом у всех. Поэтому органические еще не показатели, это тоже надо учесть. Когда мы с тобой не так часто, но когда встречаемся, то действительно у тебя такой набор, который я, допустим, ни у кого дома и никогда не видела, свежих овощей, фруктов и зелени, то есть все равно в вашем рационе это летом 100%, а зимой все равно это 70-80%. Я могу говорить про себя. Ну, случился такой момент, когда я сдала на риск крови, и мне сказали, что у меня витамина B12 столько не хватает, что у меня, наверное, уже начались необратимые процессы в организме, и если я немедленно не начну... Только давайте сразу. Вот у меня была одна из лекций, когда там сырой обед, у них там было тогда еще вот это. Лекции проводились, и я выступал. И вот там женщина поднимает руку, говорит, знаете, вот у меня, мы 10 лет уже на полном веганстве, ну, то есть это в плане отношений B12, это то же самое, что сыроение или полное веганство, потому что, так сказать, как бы считается, что B12 только из животных продуктов, если поступает, то какая-то разница, ты на веганстве, но главное, что ты вот ешь или не ешь животные продукты. Ну, вот она говорит, мы на веганстве, ну, на сыроение, не помню, 5-6 лет, а может 10 лет, все. Ну, это легко посмотреть, записи это есть. Но суть в том, что, говорит, тут у моей дочки идеальные показатели B12, а у меня очень низкие. То есть вот как даже бывает, то есть это зависит от разных факторов. Ну, например, у человека аскориды, паразиты, например, она сосет кровь, а естественно будет дефицит и B12, может быть железо дефицит, может быть гемоглобинный дефицит, конечно, может быть, алямлий тоже может быть дефицит того же B12 и так далее. Ну, не говоря уж о том, какие паразиты могут быть в печени, и тогда любые, что апистархоз, что клонархоз, что, допустим, какой-нибудь анкилостома, тогда все может быть проблема с B12. Неважно, месоед, не месоед, то есть вот причина, причина, может быть в этом? Да, может. А то, что низкий B12, конечно, и утомляемости, головные боли, а могут быть вплоть до обмородок, могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, так сказать, ну, естественно, с нервной. Да, это вот объективно, конечно, и в чем проблема? В том, что не надо быть на сыроедении? Или в том, что есть причина, которая привела, в том числе на сыроедении, к этой проблеме? А что нет таких людей, которые отродясь не ели? Ну, например, вот опять приведу пример солиста группы Намина, Стас Намина Цветы, группа Цветы, Намина. Ну, у него сын там, он никогда в жизни не ел животные продукты. Ну, думаю, два, сколько ему там уже, 20 или больше, он спортсмен, там метр девяносто роста, половец, широчеженные плечи, ну, плечи, ну, а что, таких людей, я знаю таких людей, которые никогда не ели. Ну, и при чем тут, а что, проблема с B12 нерешаема, ну, и очень много как разными путями можно решить. Нет, ну, она тоже вот сейчас скажет путь, давайте послушаем, и, собственно, вот, я тоже скажу, какие пути есть. Уколы делай, то я просто... Уколы. Уколы. Я очень испугалась, и я спросила через знакомых у основателя веганского движения в Америке, у Джеймсона Роббитса, а что надо есть, что можно есть. И мне ответ пришел через них, что он всегда говорит в реакциях, что можно есть куриные яйца, потому что яйца никого не убивают. То есть это желток или именно яйцо. А ну, он говорит про яйцо, но когда есть... Ну, по сути, все равно как бы убивают. Нет, если, конечно, оно не оплодотворенное, то жизни там нет, и, конечно, да, это просто мертвая там вот эта яйцеклетка. Но если оплодотворенная, конечно, жизнь есть, и, конечно, тогда в этом смысле уж с точки зрения веганства убивают. Ну, тут да, тут вариант либо-либо. Но вариант ли это с точки зрения биохимии пополнить B12, особенно желток? Там речь идет про яичный, конечно, не белок, а желток. Конечно, вариант. И Аганян про это говорит, и я, кстати, тоже говорю, что да, ну, кто боится, кто, так сказать, или вот действительно дефицит или другого варианта не видит в себе, принимайте, ешьте желтки яичные, там, куриные или перепелиные, так сказать, лучше кешь перепелиные. Но, пожалуйста, о чем речь? Ну, да вот она говорит про одного доктора. Дайте я вам другого доктора поставлю, да? То есть вот поставлю доктора сейчас вот этого. Вот у меня в блоге есть, вот можете в моем youfralov.ru, да, посмотреть. Вот, пожалуйста. Элсорт Уэрхим, ему 98 было тогда, сейчас уже 101 или 102, отмечал 100-летие, там, или 101 год. Вот, он более 50 лет веган. Послушайте обязательно его, то, что говорит этот, ну, очень умный человек, да. Вот, кстати, вот 100-летний рубеж он отметил, вот до 95 лет работал. Он кардиохирург, известный, да, очень из старой школы, еще действительно выдающийся кардиохирург. Поразительная работоспособность человека. Он больше 50 лет, полный веган, никакого, ни молочного, ничего, он не потребляет, да. Ну, он просто колет себе В12. Вот он считает, или таблетки, я вот единственное не путаю. Вот, вот, принимай немного В12. И вот, вот он решил проблему, и не мучается душевность, он спокойный человек, у него, так сказать, это... Да, безусловно, значит, у него совпали те параметры, показатели другие. Ну, например, не было паразитов или излишнего количества поражения, например, там. Он, человек, как хирург и как кардиохирург, соблюдает жесткое правило гигиены. В быту тоже, безусловно. И поэтому у него есть огромные преимущества. Вы просто не представляете, товарищи дорогие, что если вы пренебрегаете правилами гигиены, яблоко кусаете, другому даете, ребенок так ваш, и вы с детства это прокатились, упало на землю, взяли, поднялись, ели. Ну, извините, вы в паразитах. И что вы тогда хотите? Думаете, что, ну, все и друнда? Нет, это объективные факторы. Объективные. Но ведь есть такие люди, вот вам пример, 50 лет, он веган, больше 50, он уже там 55, наверное. Он не принимает никакие, он животную пищу не ест. Но B12 он получает? Ну, конечно, получает. Просто он, да, искусственный путь. Это не лучше. Я, например, ни разу не принимал ни колон, но я даже, кстати, себе не оставляю. Почему? Оставляю такой вариант. Я не отрицаю, что когда-нибудь, я, например, но вот уже полного веганства больше 6 лет, ой, сроедни, полного веганства до этого еще 2 года, да? Но я не принимаю. Низкие ли показатели, не знаю, сделаю там как-нибудь через полгода, так сказать, анализы, посмотрим. Вот, но если, например, низкие, значит, я для себя решу вариант. Пересмотрю питание, например, потому что тогда оно должно быть только исключительно, так сказать, там, после хорошей, действительно, процедуры очистительной, переход на жмыхи, на вот изначально смузи, зеленые коктейли, так сказать, и только без каких-либо, ну, скажем так, ну, минимум орехов, минимум, так сказать, вот, то есть больше живой растительной клетчатки, то есть такой пищи, которая легко именно перерабатывается, усваивается в наш кишечный микрофлоток, плюс побольше квашеной, например, капуста, потому что там тоже, по идее, теоретически, в 12 вообще-то должно быть, надо просто измерить, потому как именно бактерии, разлагая клетчатку, почему она более мягкая и становится капуста квашеной, в отличие от сырой, и вот они сквашивают, то есть они перерабатывают, съедают для себя, ну, часть клетчатки, то, что они могут переработать, но выделяют бактерии все, B12 в той или иной форме, степени, то есть я имею в количестве, да, но это про B12, опять-таки же про него можно долго рассуждать, но дело-то не в этом. Вот есть объективно люди, больше 50 лет, которые, а некоторые не заморачиваются вообще никаких, не знают про B12, живут себе спокойно где-нибудь там в горах, в долинах, да, питаются в основном практически только растительной живой пищей, но многие из них просто так и питаются. В Индии, например, миллионы сыроедов, именно миллионы, там есть общины, там есть даже такие, ну, как их называют, сектанты и так далее, ну, там по религиозному убеждению, которые, например, там вот абсолютные сыроеды, например, фруктоеды, ну и что, и что нет таких людей, которые там только на фруктах, и с B12 у них все в порядке, ну, не умирают, живы, и рассудок не помутнен. Вот у меня, например, кстати, тоже, я так думаю, вы чувствуете, что рассудок не помутнен, да, а я, честный человек, я, естественно, не обманываю, никакой животной пищи я не принимаю, ну, и, кстати, не буду, да, ну, единственное, что я, конечно, не знаю насчет вот яиц, там, я не хочу, ну, и полагаю, что, так сказать, есть много способов, как обойтись без этого. Вот, например, доктор, который я сейчас делал, обошелся, обошелся абсолютно, ну, он, ну, он принимает, он просто не заморачивается и просто принимает, и все. Вот он, его это вошло, как зубы чистить, и он просто привык. И имеет ли он проблем? Нет, он, послушайте видео, очень, так сказать, такой, знаете, толковый, рассудительный, мудрый человек и покойный, вот, ну, проблема есть? Есть. Но ведь это есть проблема, а не есть проблема в том, что сыроедение – это что-то неправильное или неполноценное питание. Как может быть природное, естественное питание, которое для всех в мире, в животных, в природе, видов, там, особей, всех, да, естественное и полноценное, это неполноценное для нас. У нас те же самые процессы обменные, биохимические, значит, полноценно, конечно, но есть, значит, ошибки, вот их-то и надо разобрать, найти и исправить, и убрать ошибки из своей жизни. Вот тогда будет все правильно, чинное, как говорится, и ладно, и складно. Ну да ладно, в общем, короче говоря, идем дальше, да? Я делаю свое, собственно, исследование, что такое яйцо, чтобы нечего есть, я поняла, что желток все-таки более полезен, чем белок, несмотря на то, что некоторые... Ну, разумеется, если белок, он чистый белок, это антиген, он вызывает реакцию антигена-антитела, потому что он чужероден нашему организму, и попадая об организм, он в полной мере не может перевариться, об этом сейчас не будем, это мои вводные лекции, смотрите, пожалуйста, огонян лекции, кого хотите, но это все уже разжевано сто раз. А вот если цельный высокомолекулярный белок проникает в организм, кровь, вот он всасывается в тонкие кишечники, отдельные молекулы проникают, то есть не все переваривается, просто невозможно. А тогда возникает реакция такая же, как на попадание в организм, например, вируса, грибка, бактерии, то есть ведь реакция идет не на название, которое человек придумал, там, вирус, там, папиломовирус, или там, допустим, какой-то высокомолекулярный белок, и на структуру, потому что он чужероден данному организму. Организм сам вырабатывает свои, синтезирует белки, строит такие, какие нужны в данный момент времени нашему организму. А эти любые белки, они чужероден, поэтому белок даже думать не надо, экспериментировать не надо, он, разумеется, чужероден, он не должен попадать в организм. Любой белок, вообще попавший в организм, он вообще разбираться организмом должен и обязан. Он разбирается, организм не может существовать, назначен насиловать свой организм, отнимать столько энергии, ресурсов, когда просто можно поставлять аминокислоты, либо там полипептидные вот эти простые цепочки, которые в растениях во всех, да, в плодах, листьях там и так далее существуют. И тем более в пророщенных, например, тех же зернах, семенах и так далее, где там вообще сложные соединения на более простые в процессе прорастания разбираются, да еще синтезируются витамины в больших количествах. Это как дополнительное питание, изумительно великолепно. Когда человек получает, если он гармонично, правильно, продуманно все соединит, вот я это все изложил в минимум продукта номер 17, да, ну например. Ладно, хорошо. Это дело не в том, а в том, вот к чему мы это все говорим, к сути, да. Ну вот идем дальше. Видите, некоторые, все до сих пор говорят, что в желтке больше холестерина. Да, дело, конечно, не в холестерине. У меня, конечно, желток более болит сырой, а именно. Да, и в течение двух недель я употребляла по два желтка сырых ежедневно, каждый день. С точки зрения биохимии все разумно, и, конечно, она таким образом восполнит дефицит витамина В12 однозначно. К тому же, не только В12, там много чего, но в принципе, то есть как бы вот, если отбросить остальное все, с точки зрения биохимии, все разумно. Да, я нашла небольшую немецкую ферму, которая живет в лесу далеко, и что абсолютно точно не давали ни грамма никакого комбикорма, это были совершенно натуральные курицы. И после этого я сдала через две недели, а потом я сдала реже употреблять эти зубки. И через два месяца я сдала повторный анализ, и он у меня был к самому низу, но все-таки в норме. В пределах нормы, но на самую нижнюю. Ну так вот, выход, выход, ну, так сказать, правда, есть другие варианты, но я про В12 еще раз говорю, потом расскажу подробно. Ну, выход, да, значит, причина была, а это причина серьезная, определенное состояние здоровья и ухудшений там и памяти, и усталости, прочее и так далее. Хотя есть еще тут проблемы, могут быть вирусные, природогрибковые, бактериальные проблемы и, конечно же, наличие паразитов. И я поняла, что я на правильном пути. Вот я сказала. Ну, на правильном на каком? Вот тут-то вот кроется ошибка. Значит, типа можно есть животные продукты. И, разумеется, это неправильный путь. То, что стало лучше приема, например, вот яичного желудка, то есть там есть В12, а у нее был дефицит, а В12 у нее не синтезировался в должном количестве, либо синтезировался, но поглощался, так сказать, паразитами, теми же, которые питаются, кстати, в очень большом количестве В12, потому что для их жизни активное размножение нужно очень много В12, и они употребляют, особенно если есть печеночные какие-то сосачки и так далее. Мало ли, это как предположение. То есть это вот, да, у многих людей именно по этой причине дефицит В12, хотя они и мясо едят, казалось бы, еще три раза в день, и казалось бы, у них завались должно быть В12, а у них тоже дефицит бывает. Почему? А потому вот именно по этой причине, что значит потребление или реализация расход В12 больше, чем его поступление в организм, или синтез его в организм. Вроде синтезируется, а расход большой. А паразит есть, сразу понятно, что да, вот это вот причина, но как же можно из этого делать вывод, что значит животная пища вот тут-то надо пересмотреть и потреблять. Ну, это вот просто поразительно. Вот, кстати, специально не будем удалять вот это. Вот как вот люди поступают, ну, некорректно, непорядочно. Ну, как можно просто звонить вот нагло в скайп, вот просто звонить, брать и звонить, а если человек занят, вот я записывал, например, да, там у меня все сбилось или надо вырезать, это целая проблема для там, для программиста, вот кусочки вырезать, когда так просто раз, в YouTube вывел, все-таки готово, да, там только написал, назвал ролик. Вот понимаете, то есть некорректность человеческая, вот это тоже я, кстати, крайне, конечно, возмущаюсь от таких вещей, но всегда надо написать, можно ли, так сказать, позвонить, готовы ли вы перевести переговор, там, например, нет, берут и звонят просто так, ну, это просто, конечно, так сказать, ну, это вот нехорошо, ну, ладно, не будем взбиваться с темы. Все теперь будем есть яйца, и потом стало смотреть, что еще можно есть, у броквы ли есть йогурт, это у нас не пошло, йогурт не пошел, кроме того, я уже... Ну, хорошо, а у других, например, пошел, то есть нормально, ну, что значит пошел, там, дисбактериоз что-ли был, ну, допустим, все, а у другого идеально все. Вот просто, что значит, это нормальный йогурт есть, то есть они там растут на деревьях, или коровы выкакивают из себя йогурт, ну, что за бред? И это, вот, нет, конечно, может не быть проблем явных сразу, но это не значит, или вообще не быть проблем, вроде бы, пока, вот, воззренное будущее, но это не значит, что это нормально, потому что это неестественный, ненормальный продукт, то есть априори, с точки зрения логики и законопричинно-связи, и это продукта в природе нет, это неразумно, неестественно, обязательно будут проблемы, не сразу могут быть, могут резервные системы, или там адаптационные, пока выдерживать эту нагрузку, перерабатывать, выводить, а человек думает, что ему хорошо только лишь потому, что ему лучше стало, а лучше почему стало? Ну, допустим, на B12 тот же, вот, например, он получит, он, значит, сможет улучшить свои определенные биохимические процессы, ему станет визуально и легче, и внутреннее, лучше он в себя самочувствие будет, но это же не значит, что это нормально, это значит, что ему просто, он учел, он просто ввел фактор, один фактор, который убрал проблемы, но он мог ввести и другой, и вводят другие факторы, которые будут проблемы набирать, пока организм более-менее очищен, у него лучше работают выделительные системы, потому что он долго был, например, на том же среде, это вот так не проявится, а у кого-то, кстати, проявляется, вот правильно он говорит, у кого-то пошло, у кого-то не пошло, понимаете логика в чем? Знала, что очень опасно есть то, что богатая кальция, но молоко, как все знают, это источник кальция, почему? Ой, ну, значит, тут жаль, что он не понимает, что с одной стороны кальция много, а с другой дефицит кальция будет всегда те, кто пьют молоко, потому что там есть щебелок козеин, он страшный закислитель, а на возвращение нормы реакции организма в щелочную, слабо-щелочную сторону, почти все среды нашего организма щелочные, будет затрачиваться большое количество щелочек, то есть щелочных металлов, кальций, магний, натрий и так далее. И именно поэтому разрушаются ногти, у кормящих матерей, которые, по совету, врачам едят все больше творога. В общем, о молоке у меня в блоге, либо на канале, посмотрите, во-первых, мои три статьи о молоке, а главное, там видео мои, ну, там есть краткие, минут на 20-25, есть более длинные, там все подробно сказано. Вот это обязательно, посмотрите, это я советую, чтобы понять по молоку, да? Ну, хорошо, идем дальше. Молоки кальций, для того, чтобы бычки, телочки быстро вырастали, и чтобы рос их в скелет, то есть, практически это сплошной кальций. Ну, только одно дело, когда молоко пьет теленок, или там ребенок грудную своей матери в определенный срок жизни, когда природа сама запрограммировала, и это есть истина. Истина, потому что это законы, причины следственных связей, и так есть, это естество бытия. Это безусловно так. А то, чтобы во взрослом состоянии человек лакал молоко, а тем более, так сказать, у других животных, где, правильно, совершенно другой химический состав, другая программа, задачи и цели, совершенно с других временных отрезков жизненного пути маленького существа, поставить его на ноги быстро, не как человеческое дитёное житая, поэтому там другой состав, там гормоны свои, там запуск, там программа, информация. Вот почему это просто преступно даже и глупо, и неестественно есть лакать молоко других видов животных, потому что они созданы природой, богами, или там, как хотите, для других видов животных, потому что иначе бы этого молока бы не было, было бы у человека телячье молоко, то есть коровье, у матерей, ну, только если бы они коровыми были, да, поскольку они люди, у них своё молоко, своего состава для своих детей, но только до определённого грудного этапа вскармливания маленького ребёнка, а потом нет, всё, потом видовая пища идёт, так в природе уж есть, извините, нравится это кому-то или нет. Кальция много опасно есть. Кальция есть опасно много, неорганического. Того кальция, нормнокера того же, посмотрите, почитайте, проанализируйте, проэкспериментируйте, потому что неорганические кальции, это вот то самое, что выпадает в осадки, когда мы чайник кипятим, то есть то, что является образованием там определенных, например, там, камней в почках, там, разных типов, да, например, или там в виде холестериновых бляжек, это каркас армированный из неорганических минералов, и потом там притягивается холестерин и так далее. Так вот, и так далее, много проблем. А если это в хилатной водорастворимой форме, в органической, вместе там со сложными там углеводами, там, например, и так далее, то тогда, извините меня, это естественно и излишнее количество выйдет из организма. Это совершенно большая разница. Все главные болезни в жизни встречаются кальция, в плечае, правильнее, смерть в плечае вообще. Правильно, но только это потому, что те люди, которые пьют артезианскую воду из скважин, те, которые живут, где жесткая вода, много кальция, естественно, солей, вот это да, но это не органический кальция. Они те, например, фруктоеды, ну, например, или там люди, которые преобладают в растительной пище, там у них нет, например, у многих этой проблемы потому, что они едят это не в жареном виде, а в виде сыром. Ну, об этом мы еще дойдем и не раз поговорим дальше, разовьем эту мысль. У вас везде по всем телевизорам принимают кальций, не по всем, не по всем, уже меньше, меньше, но очень много. То есть кальций, кальций, рознь. Если вы захотите, вы пойдете в Яндекс, в Гугл, вы найдете кальций, кальцийфикации, сердечные мышцы. Вот посмотрите мою лекцию онкологии от Варбург и про кальций. Вот проанализируйте там. Кальцийфикации, как причина инсульта, и как причина многих заболеваний. Естественно, потому что эластичность теряется из-за неорганического кальция, карбонатов, сульфатов. Теряются эластичность сосудов, безусловно, и причины, соответственно, и плюс атеросклероз, и плюс атеросклероз. Вот вам инсульт, инфаркт, само собой. Но дело тут, в кальции именно неорганическое, не надо путать. Вот. И... Или аналогии проводить. Все-таки решили добавлять рыбу к своей. Молодцы. Это было вообще очень... А там кальция типа нет. Хорошо. И только тогда, когда мы стали регулярно употреблять яйца, жутки, яйца и... Морепродукты, я знаю, да, ты еще говорила. Если они свободны от ртути. Вот, это же не в США. Это правда. Очень дороже. Все морепродукты очень дорожны. А потому что реки все, которые вытекают в мировые океаны из Латинской, Южной Америки, вот везде, не только мировой общий океан, общее побережье, Атлантическое, например, то вот там вот, собственно, ртуть. Почему? Потому что золото моют и ртутью связывают пылинки. Крупинки, не самородки, разумеется, их и так видно, а вот маленькие крупинки золота связывают, там выпаривают или... Ну, остатки все сливают куда-куда? Сливают в реки, по берегам же роют и там же и гадят. Вот оттуда все идет, заражена. Да, страшное дело. Это вот мерзавцы, это, конечно, с природой, что люди мерзавцы понаделали, это, конечно, страшное дело. Очень трудно найти достоверные данные, где в какой стране что есть. Вот я использую кальмары тоже, потому что в кальмарах очень много микроэлементов. Потом я обнаружила, что у многих людей недостаток цинка, недостаток мига. Безусловно, да. Как ни странно. Ничего странного нет. Казалось бы... Стоп, это зависит не от того, сыроед или нет. Ну, то есть от сыроед, потому что, да, в сыром виде эти минералы, что есть, в лучшей степени усваиваются и, конечно, усваиваются. Но, а если их пищи просто нет, этих минералов? Ну, цинка, например, в почве мало и его будет в продукте. Вроде бы семечки тыквенные должны содержать, а там уже 10 раз урожая получили, ничего в почву не добавили, но вроде урожаи и вырастают. Там азот вносят, что-нибудь такое вносят и вырастает. Урожаи есть. А минералов таких уже нет. Или мало, или в десятки раз меньше. Так и есть. Поэтому есть проблемы и у сыроедов. Ничего тут удивительного нет. Так и должно быть. Ну, судя по тому, как вот жизнь происходит у людей, что они делают, как они едят, какую пищу, кто выращивает. Ну, правильно? В этом очень много меди. Но, видимо, есть медь разная. Конечно. И та медь, которая получается из животных продуктов, она несколько другая. Да, она другая совершенно. Естественно, не только нет. Что значит другая? Она не другая. То есть, пока вы, так сказать, едите, ну, например, там какую-нибудь сырую рыбу, как строганин, вот на севере, например, это одно дело. Усвоите минералы, безусловно, все любые. Но если сварите, жарите, извините, нет, и не все. И не в полной мере, а вот есть дефицит или нет дефицита, вот в этом дело. То есть, еще такие всякие секреты, что денег на элементу сварится только в паре. Да, да. Вот, медь, недостаток меди приводит к раннему посидиму. Совершенно верно. Это нарушение медного обмена в печени. А дальше, соответственно, человек, если это знает, он либо лентяйничает и не ест то, что надо. Те же тыквенные семечки больших количеств, те же зеленые коктейли больших количеств. Смотри, там, где еще цинка много в продуктах есть. ну, цинка много очень во многих семенах, цинка много во многих продуктах растительных, а не только в мидиях и там каких-то морепродуктах. Просто поймите, там цинк, вот почему в мидии много, например, минералов, особенно цинка? А потому что мидия это двусторчатые моллюски, которые фильтруют воду, планктон и так далее, в которых много минералов, потому что там фитопланктон усваивает микроэлементы, пускает его в оборот, ну, как растение, такое маленькое одноклеточное водоросли. Он это все фильтрует и в своем теле накапливает, потому что губка фильтра, он просто накапливает. Вот у него много, но это не значит, что и нам надо бы, соответственно, есть их, чтобы, так сказать, увеличить в себе цинка. А что, у всех, что ли, седина или все сыроеды там имеют седину? Кажется, То есть, дело, или поставим вопрос так, а все ли мясоеды имеют, так сказать, черные или какие-нибудь рыжие волосы, там бороды и так далее и не имеют седины и не имеют седины в раннем возрасте. Кажется, имеют, дело не в этом, совершенно правильно. А если есть паразиты, если тоже, фактор, фактор. Так что, извините меня. Значит, это признак того, что недостаток меди. Правильно. А железо, например, не может усвоиться из крови в мозг, в клетки мозга и в нервные клетки, если недостаточно меди в организме. Ну вот, правильно. И тогда случается избыток железа в крови, что очень опасно. Вот интересно, что при этом врачи прописывают кровопускание, или сдавать кровь. Что, в принципе, неправильно, потому что при этом человек, человеческий мозг страдает от недостатка железа. Ну вот, ну то есть, она такая примитивная логика незнайки. Все это я находила, я подписалась на всевозможные рассылки научные на разных языках, международные. И в течение нескольких лет я получала вот реально сотнями, тысячами каждый день такие выдержки из открытия по всему миру. Я их все прочитывала. Вот это очень важно и ценно. За это прям вот огромное уважение. Но важно же не только собирать информацию, а умение анализировать. А проблема в том, что серьезно, действительно, аналитиков очень мало, единицы. Потому что, во-первых, по психологии, что люди пытаются подстроить под свои мысли все, что угодно. И во-вторых, потому что просто не умеют складывать пазлы, как говорит Задорнов. Ну или не так, умеют, как это можно было. Или вот, так сказать, не склонны к такому, ну так сказать, к философским, глубоким, или не умеют это делать, размышлениям, в познании истины. То есть, когда отбрасываются факторы, когда идет аналитика двух противоположных, так сказать, мнений, или там каких-то реакций, тенденций и так далее, которые ты можешь, так сказать, вот это здравое зерно однозначно вытащить на божий свет, как говорится, и разобрать и понять, чтобы все, как говорится, полностью вот сошлось, срослось. Вот это вот единица, это мало кто умеет, вот беда-то в чем. Классифицировала, сделала такие файлы, компьютеры, они один за другим рушились. Это набор фактов. В один момент у меня в компьютере было памяти больше, чем у кого-либо в нашем городке. То есть, мне сказали, осталось только все это правильно проанализировать. Да, эти терабайты. Он сказал, у нас в городе ни у кого нет столько памяти. То есть, вот сколько туда я запихивала этих научных исследований. Все это прочитывала, и я чувствовала, как будто я энциклопедия ходячая. А вот это очень правильно и, безусловно, очень хорошо. Но помимо вот набора фактов, энциклопедий, теперь осталась самое главное, вот эта аналитика. И тогда у меня только начало проявляться понимание вообще, что такое человеческий организм, какая-то система, которая должна быть равновешена. И на сегодняшний день я пришла к такому выводу, что сыроведение нехорошо, но от двух месяцев до трех лет очень хорошо, полезно. Почему? Потому что... А дальше, значит, не полезно. Вот логики здесь нет никакой вообще. Ну, вообще никакой логики, к сожалению. Вот мы бы пообщались, я бы доказал, ну, просто вот, она бы сама поняла не то, что доказала, ну, потому что неопровержимые, так сказать, аргументы есть, то, конечно, это и есть доказательства. Когда человек становится сыроедом до 100%, ну, или там 95%, хорошо. Еще вопрос, понимаете, еще вопрос в том, что если на сыроедении вроде бы сырои ингредиенты, а ты одни орехи сплошные, вот эти тортики сыроеденные со сладостями и вот это все ешь, да, то тогда будут проблемы однозначно. если ты ешь там 2-3 процента и организм как бы нивелирует эту проблему, да, но это уже не совсем сыроедение, это не естественное сыроедение, только так формально, как бы, да, но это есть проблема, да, она сама об этом скажет, вот эти гигантские омега-9 и омега-6 жирные кислоты, которые они там наедались в десятки раз больше, чем омега-3, конечно, там будут проблемы. Это объективно, да, объективно, но при чем тот сыроедение? Он освобождается от всяких трансгенных жиров, он полностью никогда не не приходит быстрой еды, никаких там наркотиков, ни кофе, ни чай, ничего, то есть он питается очень чисто, и он освобождается в организм, выводит всякие вот яды, которые приходят с быстрой едой, с жареным совсем, но за эти 3 года он теряет вещества, которые он накопил, получает. Вот, вот в этом и нюанс, о чем я и говорю, что значит есть потери, но почему же тогда из этого вывода Виктория делает вывод, что значит тогда надо есть животные продукты, чтобы не терять, а почему бы не подумать, что конкретно теряет, почему теряет, найти эти проблемы, потери, и решить эти проблемы, и тогда проблема сама собой отпадает, и человек может спокойно на естественном живом питании жить дальше, как собственно это и делают все в природе, в общем. у него возникает другой дефицит, вот, как найти средний баланс, баланс, это каждый должен искать сам, ну правильно, да, как бы, в какой-то момент я пришла в тупик, и я не знала больше кому верить, я увидела, что мои любимые учителя, они противоречат друг другу. Нет, ну вот верить хорошо, но в принципе недостаточно, то есть нужно еще и анализировать, а если есть противоречия, это очень хорошо, это польза, потому что в этом, в противоречии, в беседе, как говорится, в споре рождается истина, ну в принципе правильно, потому что отбрасываются неразумные, отбрасываются те аргументы, которые опровергаются, якобы они опровергаются, и остается только то единственное, что является истиной, если конечно оба или нескольких собеседников смогли дойти до вот этого вычлененного вот этого зерна сущного, так сказать, да, вот этой истины. И даже противоречит сами себе. И тогда я стала искать долгожителей на планете. Ну вот каким образом. Кстати, это тоже, я сразу скажу, не объективно. Это интересно, это можно очень много понять и проанализировать глубже, но это абсолютно не то, что долгожитель может жить там, ну сто лет, он долгожитель, да, долгожитель, или там 95, допустим, да, он долгожитель. И что? Человек родился тогда, когда не было этой химии, не было экологии, ГМО и прочее, не было консервантов, модификаторов и так далее. Раз. То, что уже нельзя сравнивать с современными поколениями, даже кому 50, даже 60 лет, это раз. Запад генетический вот этой прочности и прочность организма на ошибки, которые человек допускает, там колоссально разница огромная, большая, так же, как об этом те говорят, чисто на воде, так сказать, вот там 40-50 дней и даже больше, и только плюс, никакие там, кстати, исхудания, ничего и так, потому что совершенно другая, так сказать, во-первых, жизненный потенциал, генетика, что называется, и так далее. Раз. Продукты были другие, это два. Почва здоровее и содержала больше минералов, это три. И много других есть факторов, поэтому, когда анализируем долголетие, это очень интересный анализ. У меня есть раздел, да, вот, долголетие, он называется в канале YouTube и в блоге отдельный, по-моему, там 4 или 5 видео уже есть, вот обязательно смотрите, потому что там в каждом есть ценная аналитика, да, то есть определенная, а потом дальше соберите этот единый пазл, но мы сейчас с Викторией вместе, потому что она будет об этом говорить, попытаемся тоже в этом разобраться. Давайте попробуем в этом разобраться, ну, чуть погодя, вот я сейчас отойду, сделаю паузу махоньку, но вы ее не заметите, и продолжим. Ну, дорогие друзья, давайте продолжим, так сказать, правда, отходил надолго, даже успел консультацию провести за это время, ну, вот на паузе все держалось, я надеюсь, ничего не собьется сейчас. Здесь такие места, это глобые зоны, глобые там что-нибудь... Да, это про долголетие, да, мы говорим, но вот сейчас давайте проанализируем, потому что я знаю, что Виктория, она ездила и даже вступала, ну, некоторые у нее были такие некие, так сказать, выступления, доклады на тему, она там, на тему долголетия, она была где-то на крайнем севере, вот про это сейчас, давайте, послушаем, и вот это как раз очень важно проанализировать, но давайте будем анализировать беспристрастно, просто, так сказать, основываясь на причинно-следственных связях и явлениях. Ручкой обвели им когда-то на карте, таких зон, много их зоны, даже земляншая, на земном шаре, где, да, где живут долгожители, и интересно, что долгожители живут в очень небольших местах, и буквально, если вот от голубой зоны ты отойдешь пять километров, там уже нет долгожителей, хотя, вот, например, в Дагестане или в Якутии, на нашей стране, в России, в России, да, например, вот в Войной Коне очень много людей, которым за... Ну, кто не знает, Амикон, как и Верхоялс, полюса холода, и вот в частности, да, и некоторые народы Крайнего Севера, только не народы, а правильно, они говорят, группы, популяции, то есть определенный ареал, то есть территория, за которую выходишь, вроде там нет, значит, на этой территории действуют такие факторы, и группы факторов, связанные с природными явлениями, физико-химическими свойствами воды, спецификой какой-нибудь этноса или особенностями местной части этноса, с потреблением чего-то, ну, вот как, например, кстати, вам для аналитики, дорогие друзья, вот прям конкретный пример, вот, например, берберы, кстати, очень живут тоже, ну, часть этого Марокко, в том числе, и вот они живут некоторые, ну, племена, которые остались, так сказать, на природном, так сказать, вот образе жизни, да, все-таки живут достаточно долго, это явление изучают в мире, на самом деле, многие ученые, и, кстати, у меня был недавно в гостях, доктор Кусейн, профессор, он сам является, ну, марокканцем, то есть, ну, в общем-то, так сказать, родственники, вот тоже берберы есть у него, и он изучал тоже этот вопрос достаточно серьезный, и вот, например, та часть этноса берберов, которые живут на том, в той части, то есть, тот ареал, где есть леса, где в дикой природе, они только в дикой природе, растут вот эти вот плоды, дерева органы, из которых они добавят масло, органы, кстати, с рождения, даже грудные детям дают, и вот с рождения, и вот эти самые, это часть этноса берберов, живут на 30, примерно, процентов продолжительной жизни выше, чем даже у других берберов, вот лично у него дядя прожил 120 лет, Лично он знает людей, которым 130-140 лет Кстати, об этом у меня в блоге Смотрите обязательно Это будет, наверное, вторая или третья часть беседы с доктором Хусейном Первая была о Масле, о Баргановом Значит, будет еще о... Мы поговорили о теме долголетия, как раз и алкоголь Кстати, ну это очень связанная тема И так получилось, что это в одном ролике, в общем И на тему там банных процедур Но это ладно И вот я всегда анализирую это автоматически, так сказать И с людьми, 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 культуры всех стран Нюансы, питание и прочее Вот как раз подумайте сами Когда послушаете эту лекцию Ну, то есть нашу вот видео-встречу Какая там вот аналитика в плане и питания и прочее Кстати, там насчет чеснока и лука Вот тем, кто любит, так сказать, насчет айрведы Что это притупляет ум и разум Значит, и может быть даже сокращает срок жизни И так далее В общем, послушайте на эту тему тоже Но мы сейчас слушаем о, так сказать, народах Крайнего Севера И в частности о районе Аймекон 90 лет Но если вот вы просто пройдете несколько километров от этого вот голубой зоны То там люди в среднем живут там до 50, до 60 Ну, то есть есть факторы, которые при даже равных прочих Кстати, надо было проанализировать А питание тех людей, которые живут в 50 километрах И этих людей, долгожителей, так сказать, кому 90 и больше Отличается и как оно отличается Какие особенности И нужно задать было десятки, если не сотни вопросов Посмотреть, проанализировать Взять анализы воды, так сказать Ну, не только на предмет там жесткости карбонатной общей Там какой-нибудь там паши и так далее А и других физико-химических, в том числе, свойств важных, так сказать, воды И многое другое Ну, частично Виктория кое-какую аналитику провела И, кстати, вот об этом давайте послушаем сейчас Ну, редко, до 70 лет Витал, какие вообще эти зоны на планете? Дагестан, Якутия, Япония, Коста-Рики Это и на Кубе, и Филиппины, конечно, и в Аквадоре, да, правильно Ну, и так далее И в Азербайджане Витал, твое первое выступление на русской азербайджанной пространстве Когда ты рассказала, как ты ездила в Якутию Ну, оно как бы так порвало интернет Ну, собственно говоря, вот первый раз И второй раз, когда ты вот рассказала, что в Аренуиде тоже Разные волнышные по-всякому Ну, вот если можно сейчас у Якутии попадать Кстати, дорогие друзья Вы, если что, вот, допустим, хотите какую-то получить аналитику В принципе Только не на все подряд А вот прям на самый, что называется Как говорится, вот суть Можете ссылку, например, прислать где-то внизу Что вот Ну, только поймите У меня очень мало времени Я вообще практически вот Год хотел, целый год это записать Вот про, значит, Викторию Бутенко Но вот не мог, да И вот сейчас вот себя Сквозь силу, так сказать, вот Откладывая другие дела в сторону Вот все-таки это сделал, да Ну, по крайней мере, и то Видео-то идет Вот эти, посмотрим, сколько Вау, 40 минут А я только 18 Потому что ставил на паузу Надо было же объяснять, да Поэтому, ну, может быть, все Сейчас не успеют А я разобью на две части Ну, а пока Значит, скажу, что Еще раз Всему есть причины Всему А причины Воздействует, разумеется Как и обратная сторона Это следствие И вот эти следствия Как проявление, например Ну, например, болезни Срока жизни и так далее На то есть определенные Всегда причины Их надо найти Если мы хотим правильно Проанализировать Они всегда есть Их надо найти Не нашли Это, значит, наша Проблема Или, ну, не проблема По крайней мере Ну, вот не нашли Значит, не нашли Но не надо тогда Говорить сразу то Что ты пытаешься Из того, что у тебя фактов Не хватает Сделать вывод Или недостаточно Или выводы Неадекватны Но мы пытаемся Притянуть за уши Потому что Найти очень хотим Объяснение А, так сказать Разумное не находим Мы пытаемся Неразумное придумать И вроде бы Объяснить это Всякими словами Фразами И частично Где-то верованиями Чтобы вот Вроде бы, так сказать Была такая Какая-то Картина Похожая на правду Или, так сказать Вот, которая нам кажется Как правду Но это не является Истиной, например Потому что Это противоречит Закону природы Ну, давайте Проанализируем Как-то туда ездили И в чем-то причина Долгожительства Я бы подумала Хотя они едят Сырое мясо и рыбу Да, основное Не сырое мясо Они едят сырое мясо Они его готовят Варят Они замороженное Могут есть Вообще Они его готовят Алина это рыба Мороженое Сырое, да Сырое, да Сырое замороженное Сырое оленину Они тоже строгают Но действительно Рыбу в основном В основном едят рыбу И сырая рыба Это все-таки Сразу автоматом Нормальные Полноценные Омега-3 жирные кислоты Это, конечно же Витамины Очень многие Главное В12 Это, конечно же Многие минералы То есть практически все То есть это Уже Да Но белки И это плюс Это минус большой Но, во-первых Их организмы Которые тысячами лет Жили в таких условиях В большей степени Имеют механизмы Не адаптации А переработки Выделения Да В большей степени Во-вторых Они потребляют Огромное количество Ягод Все-таки сырая пища Тем не менее Белки даже Это не денатурированные Которые прошли термообработку И первичную структуру белка Где разрушена В биологии такая Денатурация называется Полный и необратимый Это термин биологии Биохимии То есть это уже аморфная масса Бывших белковых тел Теперь это безжизненное Безжизненное аморфное Такое образование На вашей тарелке Ну то что вы жареное Вареное Это уже не мясо На самом деле Мясо Это которого течет кровь Это мышечная ткань Трупов убитых животных Вот что такое мясо Ну хорошо Значит давайте слушать дальше В Якутии так холодно Что когда вы лажете рыбу Оно сразу заморожено Конечно Когда дают молоко Оно сразу заморожено Какое молоко в Якутии Подожди Ну вот смотри Какое молоко Никакого молока Традиции там не было Ну это просто абсурд Никаким животноводством То есть это вот Когда в 70-е В 60-е годы Что-то внедрили И ближе Так сказать Стали жить Вот те Русские или другие народы Которые Так сказать Юга Переносить с собой Привычный образ жизни В какой-то степени Это и есть Но у местных И у тех Тем более долгожители Родились там 100 или там 120 лет Естественно Никакого молока И не было И традиционно И они Кто перешел Изменил питание Появились болезни Это как вот Японцы никогда Не потребляли молоко Стали потреблять Все у них И сахарный диабет Первого типа И ремотоидный артрит И все это дело Пошло автоматом Когда вот Это так сказать Американская колонизация В виде военных бас И прочее началась Ну и так сказать Перенимать образ жизни Как-то Побежденного народа Да так сказать Народы Побежденные У победителей Стали Ну и конечно же Белые люди Так сказать Культура Так сказать Особая И так далее Вот они стали Конечно И вот началось Это есть исследование Тут вот прям Прослеживается Вот эта картина Вот те самые Причинно-следственные связи Здесь же про молоко Это она зря сказала Но то что Естественно По сути своей То есть струйка молока Конечно она на морозе Будет замерзать Там минус 50 бывает Поэтому у них В эпицентре Так сказать Этих погодных Ну не аномалии А так сказать Там действительно Самые мощные Антициклоны Там Это пик Это поле сухолода Там конечно же Меньше паразитов Вы понимаете Что это важнейший фактор Который влияет На продолжительную жизни В течение недели Когда я спрашивала их Чем вы питаетесь На камеру Они говорят Мы питаемся Самой здоровой едой Я говорю Ну что это Они говорят Это мясо и рыба Я говорю А фрукты Они посмотрели Меня как будто Я вообще Ну ты правильно Посмотрели Ну как же можно Задавать такой вопрос На крайнем севере На центре Эпицентре То есть вы на поле сухолода Про какие-то там фрукты Но если На самолете Там привезли Когда-то А раньше вообще Конечно никто На самолетах Ничего не возил Понятно То они отродясь Это не ели Ну что за глупость Ну вот Ну в смысле Конечно не глупость Но вопрос действительно глупый Понятно Что они это не ели Ну и так сказать А то что там Они говорят Самая здоровая пища Это так сказать Их Ну это как все там Вот хозяйка Что-то жарит Пыхтит на кухне И сразу нахваливает Да еще говорит Это самое здоровое Не потому что Она просто так хочет верить Ей так приятно И они считают Не ну конечно Относительно фастфудов Там макдональдсов Так сказать И маргарина И какие-нибудь Нитрита натрия И так далее Конечно это здоровое Однозначно Но Относительно адекватное Тем более Видовой человеческой пищи Разумеется Она не здоровая Но они от безысходности Это едят Потому что у них нет другого То есть эти люди Едят поколениями то Что так сказать У них есть То есть и кто Тут на что может Так сказать Им попенять Никто Потому что Ну а что им еще есть Но правда У них и белые грибы Как я уже говорил В огромных количествах И другие есть И у них Причем прекрасные Питательные шпыры Они едят Сушат И у них Огромное количество Ягод Начиная от вороники Морошки Близкое по свойствам Близкое по свойствам Физиохимическим К внутриклеточной воде То есть Та вода Которую организм Наш все равно Переработает Переделает В ту При которой Идут В правильном порядке Все вот эти Физиологические Биохимические процессы Организм это сделает Но какой ценой Опять таки же А если эта вода Изначально Дается близкая По свойствам Тогда организм Не тратит ресурсы Колоссальные И лучше работают И выделительные системы И естественно Человек Лучшей степени Очищается При том что Он себя даже Загрязняет И загаживает То есть Понятно что Есть два процесса И позитивные И так сказать Разрушительные Но вот Которые будут превалировать Это зависит От очень многих факторов И вот если они совпадают Не потому что Такие вот умные Эти жители А потому что Просто они Попали в такую среду И Или создали Такие условия жизни То есть Соблюдение определенных Правил Ну как например Старобрядцы Подносительно К другим людям Они больше живут И потому что Во первых Они не употребляют Алкоголь Не курят Настоящий старобряд Потом У них жесткая гигиена Индивидуальная посуда То есть соответственно Меньшей степени Заражения паразитами И так далее У них знания От природы Которые остались От предков Там о травах О грибах И так далее У них умеренность питания У них там У них очень много факторов Которые действуют И приводят к тому Что больше живут То есть это Объективные факторы И не только питание А это так сказать Ну собственно Я не знаю Стоит ли об этом говорить Ну во первых Кто уж совсем с нуля Будет данную лекцию смотреть Ну В обязательном порядке Посмотрите Например Вводные мои лекции В блоге моем YouFarlow.ru Левая колонка Там мои выступления И там есть В моих выступлениях Вводные лекции Вот например Четвертую снизу Посмотрите Или какую-то другую А дальше уже По пищеварительной системе По кровеноскодыхательной Там смотрите По печени почки И вода Кстати Посмотрите лекции Вода лимфа почки Да Обязательно Ну и вы все это поймете Будете знать Ну хорошо Давайте как бы В общем-то Сейчас я В общем-то Еще кое-что Вот А расскажу я вам Чуть позже Когда мы послушаем Что еще Виктория скажет Чуть-чуть позже Словом Потому что Говорят А у нас же здесь Мечная грязнота Вы как-то страны Не видели Вы знаете У нас не растут фрукты здесь Я говорю Ну как же так Витамин С Надо где-то брать Клетчатку В мясе Ноль клетчатки Они говорят А мы едим Кислые ягоды Мы едим Бруснику Клюкву И другие кислоягоды Которые они собирают Они едят их В очень большом количестве То есть Это Я понимаю Что витамин С Они берут Наверное оттуда Ну не наверное Конечно оттуда Да И плюс Нет Ну конечно Они там могут есть И какой-нибудь там Тех же Ну допустим Там налимов Или тресковых каких-то И даже может печень И так сказать Конечно тоже получать Многие витамины Потому что тем более Строганин Сырую Они действительно едят В большом количестве То есть мясо Они на самом деле Едят его немного Они Для них ведь Как бы это сказать Вот олени Это благосостояние Это некий показатель Это уже родовой Такой Обеспеченности Так сказать Ну вот как вот Например Колым Где-нибудь на востоке Какими-то овцами Там например И так далее То есть это Некое такое то Что берегут И ресурсы Это так сказать Да И Ну не тратят в пустую Скажем так То есть конечно едят Но не так много как кажется Ну так же как немного ели Во времена Все-таки такие Господствующие религии Христианства У нас Так сказать На Руси Когда вот Ну скажем 200-300 лет назад Потому что кто соблюдал А когда соблюдали жестко Как и те народы Свои традиции Эти Свои Так вот тогда Это чуть ли не 320 дней в году Не ели Потому что Так сказать Это запрещали Все эти Если посты посчитать Ну это я так вот К примеру говорю А многие вообще Не ели от роду Потому что Это просто передавалось Ну как сказать Вот с более Древних старых времен Как традиция Но дело-то я говорю Не в этом Это просто лишь Понимание И констатация фактов Как действительно было А ведь важнее другое Что по сути является Есть такое мясо И к чему это приводит Еще раз говорю Что с одной стороны Разрушительные процессы Накапливаются гнойные токсины Трупные яды Но они и выводятся легче Если вода С определенными Физико-химическими свойствами То есть как бы человек Некую часть вреда Нивелирует Но Это не значит Что если бы эти люди Это не ели А питались бы Адекватнее Скажем так Но если бы не были Такие возможности Это произошло бы плавно Переход А не в раз Вот так вот сказать Когда там 100 поколений Питалось так А потом да Вот А тогда бы конечно Эти бы люди Которые прожили Например 90 Ну разумеется Они прожили там 110 например Кто прожил 100 Прожил бы например 115-120 Ну как и живут люди Собственно говоря Другие Многие И народы Такие как Хунзи Ну жили по крайней мере Сейчас уже меньше Поскольку цивилизация И туда шагнула Так и сейчас Якуты современные Или какие иные народы Ненцы там и прочее Они уже не проживут Как их вот эти бабушки Доживают Дедушки Которым сейчас 90-100 Конечно Уже такого не будет Спросила про овощи Они говорят Овощи у нас только Стали завозить В 70-е годы Ну вот А если они родились Там в 1904 году То вот они Жили на мясе рыбой Конечно Это полностью Разрушило Вообще Все мое представление О здоровом питании А мое Совершенно нет А как это вообще Может разрушить Вот Ну я просто Действительно не понимаю Как это может разрушить То что человек Там 90 или 100 лет Может прожить Едя питаясь этим Но во-первых питание Это еще и вода Питание это и воздух Питание это и перенос Свободных электронов Это и травы Это и отвары Это хорошие Работающие Выделительности Почки Те же и так далее Это и ягоды Уникальные С тем Сумасшедшим Колоссальным Тоже и минеральным составом И витаминным составом Так сказать И активная физическая работа С утра до вечера Это экстремальные условия Где мобилизуются Все системы Направленные на Очень Так сказать Ну вот как знаете Вот если привести такой пример Такой перманентно Постоянного стресса Как блокада Ленинграда Там же описывают врачи Углов тот же описывал Что болезни у людей Которые раньше болели постоянно Не было Вообще Непростудных Никаких То есть вообще на нет Вот как работает организм В условиях Такого постоянного стресса Полустресса Ну не нервного Хотя и нервного бывает Или так сказать Поставленных Агроклиматических условий И так далее Так что вот это все Надо учитывать Какие здесь могут Ну давайте так Еще раз Вот давайте Вот проанализируем Что Помимо того Что мясо Это животные Высокомолекулярные белки Которые полностью Не перевариваются Возникает реакция Антигена тела Накапливаются в результате Этой реакции Поедания Нашими защитными клетками Вот этих чужеродных агентов Которые Например Те же макрофаги Лейкоциты Да так сказать И так далее Разновидность Поглощают Уничтожают И погибают Два белковых тела Образуется Трупный яд Кадавирин Например Кадавир это труп В переводе с латыни Там Путрисин Другие Трупные яды Токсин Но так же Гниющее мясо Это долго не переварится В нашем кишечнике Поскольку он не Ну и так же Как кстати молоко И яйца Белки яичные По крайней мере Идет гниение Потому что работают Гнилостные бактерии Которые вырабатывают Метан А метан разрушает Витамин В3 Например И в результате С дефицитом В3 Фермент Например фермент инсулин Теряет свою активность Сахар в крови Не преобразуется Животный Гликоген Не накапливается Не транспортируется В клетку Увеличивается Так возникает Сахарный диабет Ну например Второго типа Кстати вот Почему в Японии Начался Как молоко Вели Массово До этого Не было вообще Что касается Метан Ведь еще разрушает И В6 Например Витамин Очень важнейший Который контролирует Процесс роста клеток И он становится Канцерогеном Его продукты Распадают Дальше Они где откладываются Например Подкожные клетчатки Образуются Папиломы Липомы Вот вспомните Тут уже даже бабушку Которая Вот эта Единственная была Там она курила Кто-то сейчас найдет Скурильщик Ну идиот Естественно Человек нормальный Не может так логически мыслить Это не логическое мышление Что ну вот Значит можно мол курить И все Ничего от этого не зависит Ну неужели идиот Вообще посмотреть На эту бабушку Там папиломы На пол лица С пигментными пятами И так далее Ну и у нее Мощнейшая такая Природа генетика Возможно у нее Замедленные обменные процессы Клетки делятся Очень медленно Есть ведь заболевания Например Про гири Когда ребенок там Ну ему реально Там при 9 лет Он как 90-летний старик Умирает в 10 лет Кто-то там в 9 Ну так вот А есть обратный процесс Вот как у той бабушки Ну если бы она Не ела бы то Что она там все подряд И так далее Естественно Она бы жила Ну там вот Как когда-то в газете Тифлицкий Вестник Например В 903 году писали Что поздравляем такую То есть за улы такую Со 180-летним юбилеем Ну естественно Она просто жила бы лет 160-170 или больше И это же объективная вещь Объективный метан Разрушает ИБ-6 Образуется канцероген Это только Вот можно 100 таких нюансов Сказать Что происходит Когда человек ест Трупы животных Это откладывается Подкожные клетчатки Липомы Попеломы Полипы И так далее Это все места Вот этих Будущих Так сказать Перерожденных клеток То есть онкологии Да Вот Ну вот Значит Кстати красный цвет После Например свеклы Значит вот Мочи если То вот эта проблема Это как раз Ну с почками Безусловно Не только Но это связано С тем Что человек Всегда довел До такого состояния Вот этой неестественной пищи Мясной Ну а вот например Нилостные бактерии Их же ведь После убоя Так сказать Они остаются Да В меньшей Степени Это остается Когда сразу Замораживается Прям моментально Когда вот позволяет А так вот Час-два-три Лежит Там уже Накапливается Много трупных ядов Они как бы пригодны По госту К питанию Там и больше Но тем не менее Некробиоз Вот этот идет Так сказать Некробиоз Который Размножаются Это фактически Образуются яды Типа стрихнина Да И соответственно Гормоны Которые в мясе Которые Неестественны для нас Они же выработаны Гормоны А это тоже Белковые природы Вещества Которые нужны Для конкретного Функции определенной Данного вида животного Для определенной Его части жизни Реакции на стресс И прочее Да Там Но у каждого Образуется Свои И в должном количестве Мы не должны Потреблять их Потому что мы Имеем возможность Вырабатывать свои А это влияет Ну и так далее И так далее Значит Я уж не говорю о том Что там образуется Мочевая кислота Вот эти соли Ураты Которые приводят К подагре Так сказать Соединение с неорганическими Вот этими кальцием И так далее Образуется И вымывается Там из кости кальция И другие щелочные минералы Приводя к остопорозам Там болезнь с суставом Ремоартритом И прочее Приводя ко всем Актоиммунным заболеваниям И так далее И вот что мы после этого Можем сказать Я тут поняла Что вот оно Увидишь что Что те кто живет 90 и 100 В этой группе Вот так сказать Допустим Едят мясо Ну это бред Но ведь эти люди Могли бы прожить дольше Ведь мы понимаем Что такое мясо Извините меня Если белки Синтезируются В каждой клетке организма Если Животный чужеродный Вообще любой Высокомолекулярный белок Является для организма Другого Чужеродным Именно по причине Синтеза в каждом Своего белка Из аминокислот То не бред ли это К тому же Что у человека Нет ни единого Никакого морфологического Анатомического Биохимического Никаких признаков Предпосылок для того Чтобы есть трупы животных То есть мышечную ткань Грызть и так далее Не начиная от ногтей Зубов Количество слюных желез Так сказать Пищеварительная система С ее особенностями И так далее Ну посмотрите Всю эту аналитику По моим Отдельным лекциям По системам И вы поймете в комплексе Все как функционирует Наш организм И так логично Взгляните на себя Хотя бы в зеркало Ну какие к чертовой матери Мы так сказать Называемые в кавычках Хищники и всеядные Как мы можем Вообще ловить Без добычу Без так сказать Специальных инструментов И потом Для кого ли это добыча Мы кто По вообще всем Критериям и признакам Так сказать Ну естественно Мы плодоядные А плоды Есть концентратные Да конечно Ледники пришли Безусловно Часть народов Изменила питание Частично приспособились Частично Стали жить сначала Гораздо меньше Потом Чуть продолжительность Жизни увеличилась По мере накопления Эмпирических И прочих знаний Таких опытным путем Добытых Когда мы стали Ну допустим Кто-то Там больше ягод Которые там Ягоды стали Мигрировать Там Тоже расти Другие виды Которые не росли До этого Росли там Какие-то Ягоды И на кустарниках Почему Опять-таки же Есть Ну не в этих центрах Но вот Например Раньше Еще не так давно Росли Даже Ну в Канаде До сих пор В дикой природе Где ледники Не стерли Растут И персики Которые Абрикосы Или например Которые выдерживают Минус 40 градусов 45 Есть такие На Дальнем Востоке Есть То есть Было другое питание Конечно оно изменилось Но Еще раз говорю Что вода Уникальная В этих центрах Это естественно В большей степени Пища Сырая Либо действительно Квашная То есть ферментированная Да Которая все равно Живая по сути Своей Более легко переваривается И без этой пищи Они бы жить не могли Вообще Но они живы Потому что Человеку очень мало Для жизни На самом деле надо Если чего-то правильного Человек ест Но Тогда в большей степени У него преимущество Прожить еще дольше То есть Это опять-таки Вот тот самый Закон Пищенно-следственных связей Но то что эти люди Могли бы еще дольше прожить Конечно да Потому что Это объективные факторы Критерии Которые уменьшают их жизнь Но есть которые увеличивают Вот поэтому Они живут больше чем Соседи Их даже Те же народы Чуть-чуть рядом То есть Я туда уезжала Разбитым человеком Во всех моих теориях И получились Такие большие дыры Ну вот это Как раз Не умение анализировать Жаль Я даже не знала Как эти дыры сшивать Элементарно И к какому выводу Ты пришла К какому выводу В Алимекунии Первое Что конечно В Алимекунии Удивительная экология Абсолютно Чистейший воздух Чистейшее место Нетронутая Дорог нет Это такое благо Когда дорог нет Комарок тучи То есть Туда не так просто добраться То есть Это замечательно И люди живут на земле Правильно Туалеты на улице Это очень-очень чисто Плотные люди Вот Гигиена О чем я говорил Безуслов Все Вот это объективные Это плюсики Плюсики Но не все К сожалению Плюсики Бутенка проанализировал Как можно Делать знак Делать знак равенства Кальций 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 Например В разных формах Бывает органит кальций Бывает карбонат кальция Кальций может быть Разрушенная структура Вот Неорганической Так сказать В виде Или в органическом Вместе С Каллоидной форме Так сказать Связи Связки С С сложными Органическими молекулами Которые легко Перевариваются и в биологические обороты запускаются. А в воде, безусловно, не должно быть кальция. И тут Поль Брек прав, абсолютно. Потому что эти карбонаты, сульфаты и прочие соли, которые в воде, они неорганические. И они только приносят вред. Вот все правильно, что она говорит, ну, касаемо неорганических минералов. И немножко марния в воде, немножко силикон, это кремния. В общем, все совпало с теорией Николая Друзьяка. Читайте книги Николая Друзьяка. Ну, как хорошо. Николай Друзьяка. Это украинские ученые. Ученые, да. Ну, значит, частично смотрел, не изучал глубоко. Там все у него про закисление. Что и мясо жрать, и прочее. Это еще Бублик, который любит про это, так сказать, все распространяться, про теорию Друзьяка, сносится с ней, как с писаной торбой, что, мол, вот все, так сказать, тут наоборот закисление. Типа как у Болотова там все. Хотя, кстати, они, товарищи, заблуждаются. Они думают, что, например, и в чем тут основной противоречий? Вроде бы и нет, и да, и есть. А потому что ягоды те же кислые, брусника, клюка, вроде, казалось бы, закисляют. Да, они защелачивают. Они хоть и кислые ягоды, и кислые на вкус, но это органические кислоты, и они защелачивают живые, пока они живые. А почему и как хотите разобрать? Ну, я про это рассказывал в своих там лекциях определенных. Второе. Пожалуйста, можете, вот биохимика Марва Горшакова-Наганяна, она вот в своих лекциях тоже подробно все рассказывает. Как, почему? Вот лимонный сок, казалось бы, кислота. А почему это происходит щелочная реакция? Вот это они не понимают. Говорят, что закисление. Нет, защелачивание происходит. А, ну, извините меня, если в норме реакции у все среды организмы щелочные. Это просто медицина определила. Ну, просто щелочные. Кровь щелочная, лимфа, слепина-мозговая жидкость, так сказать, и прочее. Щелочные. Если закисленная организма, извините меня, почитайте академик, лауреат двухнаглезских премий Отто Варбурга. И его коллег, и ученые, ну, вы поймете все, и кто прав. Друзьяк, я просто в шоке. Ну, ладно, хорошо. То есть, ты считаешь, что эффект долгожительства у них прежде всего... Из-за мяса, что едят мясо. Не только от качества, а от того, что в воде мало кальция. Это правильно. Это правильно. Вика, она такой исследователь, она пока не докопается до самой сути, она не успокоится. И самое главное, что она не смотрит на авторитеты. Это все очень хорошо. Жаль только, она не докопалась до сути и до истины. Потому что, если человек говорит, что мясо можно каким-то образом оправдать. То есть, то, что абсолютно по законам, вот понимаете, простой логики человеческой, да, по законам нравственности и морали, то, что человек от природы чувствует, как ребенок, что такое животное, что это друг, но не еда, и то, что это не естественно, потому что у него нет инстинкта догнать, и никаких механизмов, что добыть, разодрать и съесть, то, как бы кто не философствовал, не привязывал к руке вилку или копыта, нож там какой-нибудь, я не знаю, он не станет при этом, там или зубы соблездувого тигра, там, да, не привязывал на шею. Он этот, а хищником, ну, как бы не захотел, не станет. Он может подражать, там, изгаляться, философствовать дешево, но он природу-то не обманет. Поэтому и миллиарды больны, и будут больны, и не найдут в этом истину никогда, потому что это не истина, это и есть ложь, обман. Это может быть правдой, которую человек выдает за истину. Но он не докопался, потому что он нарушил законы природы и вот этих вот логики. Смотрит на то, как это будет выглядеть перед публикой, перед аудиторией. Она вот эту правду мотку любит, за что часто поджигается жестокая критика. Есть правда, есть домыслы. В интернете я сама этому свидетельника. Ну вот скажи, ты вот сказала, в Якутии была, у тебя такой переворот в голове. Вот на сегодняшний день, вот как вот, вот я, допустим, я в своей школе рекомендую так. Смотрите на сезон года, смотрите, в какой стране вы живете. Вы индивидуально как-то присматривайтесь, от чего вам лучше, от чего вам хуже. Дайте уже в лишний раз анализы, почитайте какие-то книги. Вот тут, правильно, правильно, правильно. Что нас смотрят люди из разных стран. Совершенно правильно. Нужно анализировать. То есть, что правильно, что нужно анализировать, читать, изучать, не верить, а думать самим, сопоставлять. Потому что нужно давать анализы, если есть какие-то подозрения или что. Нужно смотреть на сезонность и прочее. Но это не значит, что надо есть мясо зимой, когда холодно, или что-нибудь прочий бред, кто начинает нести. А это значит то, что ты посмотри, потому что мы все разные, мы одинаковые. Почему одинаковые? А потому что у нас одинаковый биохимический процесс. Но у нас разная степень запущенности, зашлакованности, разные болезни, в том числе и хронические, комбинации эти болезни. Только это обуславливает то, что мы такие разные. А так-то мы не разные, а одинаковые. Вот живут, например, племя Хунзе, грубо говоря, все едят одно и то же. Так как поколениями, и поэтому у них в идеальных стабильных условиях среды было, когда туда не пришли англичане, и продолжительность жизни высокая. И они в народовых традициях остались в потреблении напряженной продукции. Огромное количество вот этих там косточек абрикосов, где, оказывается, ученые выявили В17, лайтвиловитамин такой сильный против раковый. Говорят, поэтому у них нет рака. Не поэтому у них нет, но и в том числе и поэтому. Но дело-то не в этом. А нет, как правду преподносят? Тут, казалось бы, две правды. Потому что антиоксидант В17 против раковый, а потому что, а еще правда, что они фактически на живом сыром питании были. И, соответственно, минимум зашлаковывали свой организм. А плюс чистая вода, а воздух. Это правда? Правда. И то, и то вроде правда. Да. А истина где? А истина это не где-то посередине. А истина это то, что нельзя одну вот эту, действительно, правду, с другой противоречия вводить. А не вводят. Ну, я имею в виду вообще, кто занимается вот такими вещами, вводят якобы противоречия. Это как молоко. Там кальций много, а кальций ведь нужен. А кальций правда нужен. Значит, надо пить молоко. Абсурд – это идиотизм. Вот как люди глумятся над истиной. Потому что они противопоставляют разные факторы и факты, и не понимают, что одно другому вообще-то может не противоречить. Ну, просто они не могут понять, в чем тут суть. То есть, вот это плохо. Кто-то в теплых краях живет, кто-то в холодных. Вот есть какая-то такая, ну, стандартная рекомендация для всех. Глядя вот с высоты, так сказать, птичьего полета теперь уже. Птичьего, да. Птичьего полета действительно. Получается в 20 лет у тебя эксперимент, так сказать, на себе, на своей семье. В 20 лет уникальный эксперимент. Не могу сказать, что он положительный, но пытаюсь из него максимально... Жаль, Виктория здесь, но, правда, она в других интервью говорила. А вот тот сын, который был, так сказать, более старше, он не перешел с ними со всеми настроениями. У нее онкология потом была, она все-таки сказала, онкология. Но она смогла ее, по крайней мере, или вылечить, или застабилизировать, она так и не говорит до конца, но говорит, что огромное улучшение, на зеленых коктейлях. Потому что впервые этот человек, сын его, тот старший, стал все-таки, убрал те факторы, которые приводили и создали предпосылки к онкологии. И организм на этой чаше весов, ему это в тот момент было достаточно, чтобы, так сказать, отклонить вот эту чашу весов в сторону здоровья. Потому что всегда идет вот эта борьба, и факторы очень важны здесь учитывать, которые положительные, отрицательные. Вот смогли, нащупали. Но они-то от чего избавились? Они-то вылечить, значит, еще раз говорю. Если было такое, что называется, чудо, вот они питались бы мясом и прочим, у них бы никаких изменений не было. Все, дальше бы они бы погибли. Но как минимум она с супругом. А значит, так сказать, они, изменив, повернувшись лицом к природе изначально, оздоровились, прекрасно себя чувствовали. Но потом пошло накопление дефицита определенных компонентов. Дальше ошибки и прочее. Они что-то поняли, смогли изменить, что-то не поняли, что-то не сделали, не ввели. И тут, так сказать, вот вроде бы из этого какой-то можно сделать вывод. Но из этого нельзя сделать вывод. Так же, как это посещение Амикона в летний период года, вот ей, увидя только то, что она сейчас рассказала, и вроде... Нет, некоторые моменты подмечены абсолютно точно и верно. Но не сделаны выводы верные из того. А какие сделаны выводы? Что значит, сезонно можно и мясо есть, или не сезонно, а иногда, и так далее, что это естественная пища? Не, ну можно это все есть. Но только, так сказать, это не знаешь, что это будет естественно. А то, что человек при этом жив и даже лучше стал, или как некогда говорят, вот он там перешел на веганство, или что-то, ему стало хуже, а он перешел опять, стал есть, ему стало лучше. И что я говорю из этого? Ты делаешь вывод, что значит, это было правильно? Это же какое примитивное мышление, так сказать, ну нечеловеческое. Потому что ему стало лучше, то есть хуже потому, что у него, например, заработали активно вообще системы очистки организма, а выделительные системы не справляются с теми ядами и токсинами, которые моментально организм начинает, так сказать, отторгать из себя, потому что у него просто до этого доходят силы. А он не подготовлен к этому, так сказать, он просто из себя зашлаковывал, а тут у него пошло-поехало, и вот у него криз, ему плохо, он опять начал есть что-то, ел до того. У него, скажем, обменные процессы совершенно приходят в тот же стопор и в тот же примерно перманентное такое вяло-текущее состояние, которому организм как бы якобы вот так вот был, ну можно сказать, адаптирован, не шатко, не вялко, но существовал. И он просто, этот человек, возвращается к привычному, нормальному, среднему такому состоянию. Но криз проходит, и он говорит, а мне лучше стало, значит, все это ерунда, что я делал все неправильно. Ну как это неправильно? Как это неправильно? А в личном состоянии человек вообще не, ну как бы сказать, нет, он должен, конечно, думать и присматриваться, но еще раз, не теряя мозги. Вообще теряет мозги, выдают желаемость действительно, или так мыслит примитивно, что только вот его отдельное действие, значит, плохо или хорошо, и значит, это правильно или неправильно. Но это бред. Это вообще не достойно человека так мыслить. Хорошо, идем дальше. Пользу для людей извлечь. Я извиняюсь. Потому что я никому не советую это повторять. Положительные, но ведь в тот момент, когда вы начинали в 1994 году, у вас уже были проблемы, неизвестно, куда вы это заявили. У нас были громадные, без села идей. Я вопрос, что у нас были диабет, астма, в общем, у нас там все. Щитовидные проблемы. Ну серьезно, то есть вы полностью от них избавились, от этих болезней. Сейчас как будто забыли. И сейчас как будто пытаемся какой-то найти компромисс, чтобы вроде бы успокоиться. Нет, компромисс, он может быть в каком-то обществе, в взаимоотношениях у людей, чтобы, так сказать, как-то решать вопросы, оставлять их на каком-то должном уровне. Компромиссы с совестью, например, недопустимы, я считаю. Компромиссы, скажем, так сказать, с разумом человеческим и с попранием этого разума недопустимы. Поэтому, так сказать, не нужно, я считаю, говорить то, что не соответствует действительности. То, что мы пытаемся перетянуть за уши, видя проблему, пытаясь ее решить, не понимая как. И тут мы додумываем то, что нам, так сказать, проще вроде бы связать концы с концами. Но это неправильный подход. Но у нас потом развелись болезни, которые, может быть, они не так ярко выражены, но они более тяжелые оказались. Ну, какие? если я знаю, что с диабетом как можно легко бороться. Я знаю, что диабет второго типа можно вылечить буквально за неделю. Конечно, да. Вот. Просто правильного питания. А первый за месяц, да. И как можно предотвратить такие болезни, как сердечная недостаточность или рак. Но есть такие болезни, от которых очень трудно избавиться. И я не буду говорить, например, от моей семьи, но я скажу, что некоторые мои друзья, которые были веганами больше семи лет, развели такую жестокую депрессию, что некоторые из них покончили с собой. Но это вообще оригинально, и это связывает с сыроедением. То есть, это вообще абсурд и маразм. Человек, который занимается какой-то деятельностью, любит свое дело, который занят, у него, так сказать, весь интересный мир вокруг него. И это вообще не имеет значения, он не смотрит даже на питание. То есть, ему, вот как сидит ученый, создает труд. Да он там ест, что кинул себя, он там может двое суток не есть, так сказать, и не думает. И депрессию не нет, а зависит от совершенно другого. Какое депрессия? Нет, ну если там разрушается головой мозг, поврежден или что-то там, не хватает того, чтобы 12 до такой степени, что у него там какие-то необратимые процессы, я могу допустить, но предположим, теоретически, хотя это очень редчайший, так сказать, должны быть случаи, но это вообще, конечно, оригинально. То есть, вот от этой депрессии уже, я не знаю, как избавляться людям. Я вот реально знаю. Депрессия от необустроенности жизни образуется. От того, что человек, так сказать, не находит смысла жизни, просто он, может быть, перешел на строение, он стал критически осмысливать жизнь, происходящее в округе. Он не может с ранимой душой особенно справиться с какими-то несправедливостями вокруг себя, так сказать, с необустроенностью общества, с попранием какой-то там чести, достоинства. Ну, то есть, вот то, что его гложет, а становится это острее. Допустим, но это никак не связано непосредственно с сыроедением, как с естественным, адекватным человеческим питанием. Ну, что за глупость? А что, не кончают самоубийством не соеда? Да, сплошь и рядом, и молодежь, и так далее. Зависит это от других совершенно факторов. От общественного, так сказать, политического устройства, общества, отношений, проблем с семьей, а это все взаимосвязано вот как раз с общественными проблемами, так сказать, со здоровьем общества или болезнью в целом. Очень близки. Голодание. У меня депрессия и голодание. Нет, не избавляются они. Вот они приезжали ко мне на ритм, и я знаю, что они... Сделать голодание, им легче на полмесяца, а через месяц она... Да им легче по-другому даже, потому что они попали в общество, где их понимают, где у них есть некое, так сказать, общение и отдушина некое, так сказать, да, психологическое. А потом они, возвращаясь в этот мир своими, так сказать, вот высокими, так сказать, душевными организациями и вот этими, так сказать, острыми ощущениями, допустим, несправедливости или проблем своих каких-то, в которых не находят выхода. То есть это связано вообще с психологическими, социальными вопросами, но никак не с физиологическими, с питанием. Если только я говорю, нет отклонений каких-то органических и так далее. Вот депрессия такая, это такая вещь, которая годами, годами. И я вижу, вот начинается такая тенденция, в 90-е годы очень было модно быть веганом, двухтысячные. Настолько модно, это было такое сильнейшее течение в Америке было, и в Европе тоже, что оно было такое, как религия, оно было такое, фанатическое религия, что даже те веганы, которые переставали быть, я лично знаю таких, вот, например, полный сан. Ну, естественно, было и есть, и понятно, что люди могут фанатично в любой сфере жизни, там, питании, религии, так сказать, я не знаю, там, кружки по интересам, так сказать, и, конечно, в зависимости от своего темперамента, характера, индивидуально же человек, и может человек быть и фанатиком в любой совершенно области. Он, у него родился ребенок, и он не был таким здоровым, каким он должен был быть, потому что полный сан такой знаток, такой исследователь, он говорит, мой ребенок не очень здоров, и я стал добавлять ему коди йога. Опять-таки, что, вот сейчас ни о чем разговор, он был не совсем здоров, а что с ним было, какие проблемы, когда начались, как начались, доносила ли его жена, была ли жена сама доношена, сколько она своим молоком кормила, а что использовали в питании жена при вынашивании, при зачатии в период, и вот так. В общем, надо задавать вот эти сотни, десятки вопросов, чтобы досконально разобрать. Это можно. И тогда можно будет понять, откуда, как говорится, ноги растут, причин болезни, и почему они... А что нет абсолютно здоровых? Есть в основном такие, в отличие от тех, кто ест там мясо, творог и так далее. Вот те-то как раз в основном больными рождаются, но потом их еще добивают, понятно, там прививки и прочее, но это уже другой вопрос. Но это что значит? Это система выведена? Никакой системы нет. Это вообще разговор ни о чем. Когда он это сказал, на него люди накинулись. Это другой вопрос. Стали очень оскорбительные высказывания. Это нехорошо. Но тут можно понять людей в какой-то мере. То есть это плохо, что они так начали. Безусловно, это неправильно. Но если они на него надеялись, они как бы верили, они поддержку искали в более значимом, можно сказать, или интеллектуальном человеке, чем они. И вот они его воспринимают как лидера, и тут он их надежды растоптал, расплевал и так далее. И вот они как бы получаются как предатели в их глазах. Это можно, кстати, тоже понять вполне. Но да, конечно, нельзя так и неправильно. Возможно, ему нужно было более правильно объяснить, честно, почему, что, я так, это не значит, что я прав, но я вот, так сказать, в данной ситуации не вижу вот этого выхода, не понимаю. Я, так сказать, вот для себя вижу такой вот вариант сейчас, в данный момент времени. Уж не судите строго, но вот я говорю им честно, я же мог бы соврать, и зачем мне, кому это было бы лучше, но вот так вот, так сказать, зато честно, так сказать, поэтому, пожалуйста, так сказать, отнеситесь к моему выбору с уважением, или, по крайней мере, не к выбору, а вот к тому, что я вот так вот, ну, от безысходности или от незнания хочу, так сказать, такой сделать, так сказать, эксперимент и так далее. Ну, это нормально, но пусть будет так, допустим. Просто, ну, ему нужно, видимо, подобрать слова. Или он же, так сказать, в ответе за тех, кого он, так сказать, вот, кто ему верит и кому он, так сказать, вот годы до этого так вроде бы стройно, логично передавал вот определенные знания, модели и так далее. То есть это тоже можно понять людей. В какой-то мере. Если ты хочешь у козы молоко, так лучше пососил своей жены. То есть вот такие грубости стали говорить. Ну, конечно, так нехорошо. Он потерялся, его настолько закричали на большом публичном выступлении, что он публично сказал, отрёкся от своих слов. Он сказал, я на самом деле ошибся, я бегал. Я так знаю, что он продолжает использовать животные продукты, но люди публика в этом не знают. А кому от этого хуже? И сейчас я увидела такую ситуацию, когда вот буквально каждый день я получаю имейлы от бывших веганок, которые готовы были порвать. Я получаю от них такие имейлы, что ой, какой кошмар. Я не знаю, что мне делать. У меня сняются по ночам кошмары. Эти кошмары у меня достали. Я не могу. Я каждую ночь и там какие-то ужасы, рассказы, которые придумать невозможно. Каждую ночь там его насилуют, вернут на части, режут. Ну, а так сказать, вот такие кошмары или раздвоение личности или прочее, так сказать, у людей, кто на обычном питании, так сказать, обычном, разве нет? Конечно, есть. То есть, соответственно, здесь причины совершенно в другом. Или они могут быть и в другом. А, так сказать, какие причины, собственно, назовите, могут способствовать вот такому неадекватному питанию, то есть, извините, поведению, снам и так далее, связанное с питанием. Какие? В принципе, практически никакие, если ток не разрушается по какой-то причине там нервная система. Ну, допустим, как вариант. Или есть постоянный стресс, когда человек сам себя гложет, какие-то навязчивые идеи, комплекс, так сказать, прочие, но которые у него в рамках такой разведены, отведены уже манией критической крайней формы проявлений, но это уже, так сказать, совершенно к другому относится, да? Да, вот. И бывает совершенно у разных людей разных групп, социальных, прочих, совершенно с разным питанием и так далее. Так что вот это вот никак не надо с сравним связывать. Ну, а поведение, отклики людей, я говорю, могут быть понятны вполне. Конечно, не нужно так, это неправильно, это грубо, это нужно себя держать и как-то поговорить. по-другому это нормально. Ну, это так. Там растягивают на дыбе. Я вот такие страсти говорю, что в груди удалят, но все-таки вот какие рекомендации? Рекомендации такие, что не нужно ничего бояться и не нужно никакие крайности, не нужно никакого фанатизма. И если кто-то что-то обещает и оно звучит слишком хорошо, то будьте внимательны, будьте осторожны. Сыроледение безопасно, если это два месяца, абсолютно безопасно. За два месяца у вас органит не истощится ни витамины Д, ни В12, то, что вы получаете. Обычно все люди имеют достаточно этого. И даже, может быть, за три года он не истощится, но больше трех лет никому не советую стопроцентно витамины. Или сыроедение. Сыроедение, я считаю, хорошо даже 95%, 80%, возьмите за 11,5% нормально. Это сыроедение или веганство? И я сама иногда бываю сыроедением даже до сих пор, вот особенно в летние месяцы я смотрю, ой, говорю, а мы сегодня были весь день на 100% сыроедением. Мы не заметили, потому что это хорошо, нормально, есть вот фрукты, овощи, это все. Почему здесь плохо? Это не значит, что надо уж прям на мясную диету переходить. Ну, то есть, все-таки мясо есть надо, как считает Виктория. А с веганством нужно быть очень осторожными. Оно как-то затягивает, хочется быть, это знаете, такое тщеславие начинается, какая-то гордыня. Не надо, чтобы была гордыня, из-за этого и тщеславие. Просто жить нормально, понимая, что ты правильно живешь, просто естественно и нормально. И успокоиться, и не заморачиваться, если нет каких-то проблем. А, так сказать, надумывать все проблемы тоже не нужно. Если есть, их надо решать. не допускать, чтобы нужно, значит, соответственно, питание так разнообразить и ввести такие продукты, при которых исключен дефицит этих компонентов, которые могут потом вызывать вот какие-то проблемы. Как вот тот самый доктор, как вот тот самый доктор, которому сейчас уже больше 100 лет, который абсолютно вообще с едой не заморачивается больше 100 лет, больше 50 лет, да, он веган полный и он абсолютно спокойный, здоровый, уравновешенный человек, да, при том, что он полностью веган, так сказать, и значит, не ест животных продуктов уже больше 50 лет. Ну, Виктория, ну, зачем вот, так сказать, как бы, так сказать, вот эти свои выводы, которые, кстати, ну, нелогичны, производить разряд, ранг, так сказать, какой-то истины. вывод для всех, вот такой вывод, что, так сказать, больше трех лет не надо, и мясо есть, а естественно есть мясо, нет, не естественно, почему, ну, об этом мы уже сто раз говорили, не стоит говорить, а то, что есть проблемы, проблемы есть у всех, бывают, и у разных людей, надо понимать, в чем причины проблемы, устранять эти причины, тогда проблем не будет, вот и все, ну, еще послушаем. Абсолютно невинным, хочется, что никого я не убиваю, я не, как говорят, что-то плохого. Я не ем то, что имеет глаза. Ну, или кого я, да. Я не ем никого, кого есть глаза. Так. Значит, если у него есть глаза, то я его не ем. Вик, а как может человек понять, допустим, вот два месяца, или там три года, или вот все. Ну, дорогие друзья, значит, уже просто и так два часа общей записи, да, мы просмотрели вот 28, почти 29 минуты 41. Там дальше будет не так значимо интересно, хотя, конечно, можно поговорить про другие нюансы, но я полагаю, на этом сейчас закончим. Думаю, что пищу для ума и для размышлений я вам дал, что объяснил, что не стоит ни в угоду какой, никакой теории домысливать, ну, так сказать, в силу своих желаний что-то придумывать, а нужно бороться с такими, ну, как сказать, желаниями в себе, что-то приписать своей новой какой-то идее или желаниям своим. А беспристрастно подойти к этому вопросу, правильно, без фанатизма, без фанатической веры, со здравомыслием, но надо также и здравомыслием, так сказать, обладая понимать, что трупы животных и мы, люди, которые не можем себе эти трупы убить, добыть, так сказать, а только подобрать, если уж на то пошло свои, и съесть просто так не можем, пока это все не размягчится до состояния аморфной массы уже безжизненных бывших белковых, а ныне уже, так сказать, тел дентурированных, то мы не в состоянии, у нас нет на то механизмов. Ну, и как следствие, безусловно, все то, о чем, например, я говорю в своих лекциях, подробно объясняя с точки зрения уже биохимии, все-все-все отделы, так сказать, органы нашей ткани, отделы желудочной, кишечника и прочее, и функционирование, там все досконально, всего лишь, как говорится, подтверждается в каждом процессе, на каждом этапе, на каждом звене, но это уже для того, кто хочет глубоко проанализировать, как говорится, пожалуйста, начните с моей лекции, какой-нибудь вводной, подэкватным питанием. Что ж, ну, на этом, наверное, все. Пишите отзывы. Если вы, так сказать, поставите, проголосуете, ну, кажется, пальчик вверх, то есть вам понравилось, вы подчеркнули что-то полезное, важное, разумное, ставьте, я буду рад, пишите комментарии, ну, а если захотите вниз, кто-то вдруг захочет пальчик, то извините, дорогой товарищ, либо вы не ставьте, не вырисовывайтесь, если вы ставите, тут обязательно просто, как человек порядочный, просто аргументированно, напишите, на основании каких доводов и умозаключений, а не нежеланий своих, а просто доводов, умозаключений, вас что-то не устраивает, или просто пишите, я просто злюсь, потому что мне хочется есть мясо, а вы у меня кусок мяса из рта вытаскиваете, а я, поэтому идиот, сам дурак, это сказать, вот, ну, это будет хотя бы честно, я, кстати, совершенно не буду расстраиваться, злиться на это, а вот просто, ну, что ж, ну, вот, да, честно, а я очень люблю, когда человек просто говорит честно, пусть он даже глупость скажет, но, так сказать, по крайней мере, хоть честно, а не вывертывается вот так, с их хитрыми умозаключениями, пытаясь обмануть себя, совесть свою, и здравый смысл человеческий пытается вывести, так сказать, якобы в ранг истины свои всего лишь, так сказать, пристрастия, желания, и какие-то, так сказать, чаяния и надежды, но вот это нечестный поступок, давайте быть честными людьми, и если, значит, пальчик вниз, то обосновывайте четко, логично, почему, да, я просто хочу, поэтому поставил, просто напишите, так, ну, тоже пойдет, ну, что ж, дорогие друзья, давайте, если какая-то нужна аналитика, разбор чего-то еще, пожалуйста, давайте, но только еще раз, давайте оставаться людьми здравомыслящими, не будем, так сказать, мыслить в угоду своих желаний и пристрастий, так сказать, и не позорить звание, высокое звание, человека разумного, ну, всего вам самого лучшего, до новых встречи.